Дорогие друзья, вот этот пиджак я теперь надеваю раз в пять лет по торжественным случаям как здесь председатель фунта пасхальные брюки, но это совсем другое дело. В этом пиджаке я вел первый выпуск маркизы, а совсем скоро нам исполняется 30 лет. За это время происходило много всякого замечательного, было более 130 гостей, чего только не было, и в том числе, среди прочего, мы издали по мотивам передачи три книги маркиза страницы телевизионной игры на замечательной бумаге с цветными фото вклейками, там много всяких интересных вещей. Если хотите, вы можете совершенно бесплатно скачать для себя эти книги по ссылкам, которые даны в описании к этой передаче. Но если вы хотите получить для себя бумажные экземпляры с благодарственной надписью от создателей передачи, вы можете приобрести их, написав нам на почту tv-marquisomail.ru и мы все вам объясним, как это сделать. Ну а деньги, вырученные за эти книги, пойдут на новые передачи, на юбилейный выпуск маркизы, посвященный 30-летию, и может быть, на издание четвертой книги. Ну и в каждую книгу, приобретенную вами, мы вложим какой-нибудь сюрприз, например, фотографию кого-нибудь из гостей передачи с автографом или что-нибудь еще. Итак, пишите нам на почту tv-marquisomail.ru, приобретайте книги и получайте сюрприз. Дорогие друзья, мы начинаем программу маркизы для абитуриентов института филологии и журналистики СГУ 2013 года. Начинаем, как всегда, с музыки, а поскольку у нас на программе заведено без чинов званий и регалий, я представлю вам наших новых друзей очень коротко. Итак, впервые на маркизе инструментальная группа «Стрит-лайф» под руководством Сергея Бельгисова. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такое счастье у нас сегодня юбилей группы, как раз мы сегодня родились два года назад в нашей группе, и как раз вот по такой счастью мы выступаем на этой передаче. В моей передаче композитор Херби Кенкок, Человек-арбуз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вы посмотрите, посмотрите, сколько их. Спасибо. И прежде чем поднять вот наших участников, я все-таки хочу сказать несколько слов о том, что сама телеигра «Маркиза» непосредственно связана с журналистской профессией, с самыми важными характеристиками профессиональными журналиста. Потому что это игра, которая ориентирована, конечно, прежде всего на скорость, на быстроту, на реактивность, на реакцию, быструю, мгновенную реакцию, на работу в команде. Потому что очень важно не просто приготовить свой вопрос, но и услышать вопрос собеседника и ответ ведущего. Тут очень много такого. Конечно, это стихи импровизации, конечно, это коммуникабельность, это процесс общения, общение с нашим гостем. И от того, какие вы будете ему задавать вопросы, как скоро вы войдете вот в курс дела гостей или гостей, пусть это вот на совести Александра Диновна остается. Но я так понимаю, что у всех есть айпады, и мгновенно, очень быстро они о гости узнают значительно больше, чем когда-то в старе мы узнавали. И вы многое сразу же узнаете и сможете задавать вопросы самого разного толка, разного образа. И самые точные, самые интересные, самые оригинальные вопросы будут особым образом оценены жюри, и будут соответствующие бонусы. Я хочу сказать о том, что сама телеигра «Маркиза» — это и театральная игра, и кинематографическая, и телевизионная, конечно, и литературная. И наш учебный процесс, вот в который, я надеюсь, все вы вольетесь уже с сентября, построен таким образом, что очень много есть сегментов, очень много тем и даже дисциплин, связанных как раз с общей культурной подготовкой. Потому что помимо технологии и ремесла, а технологии меняются сейчас очень быстро, нужна основательная общекультурная оснастка. Вот мы сегодня сейчас проверим, до какой степени вы уже, так сказать, на финишной прямой, как абитуриенты 2013 года, готовы поступать и учиться, в том числе актерскому мастерству, сценическому искусству, телевизионной режиссуре, литературной культуре и так далее. Кстати, у нас основы актерского мастерства ведет замечательный педагог театральный, профессор театрального института Саратской консерватории, а теперь и почетный профессор Саратского университета, народная артистка России Римма Ивановна Белякова. А основы режиссуры ведет человек, которому все мы обязаны игрой маркиза, вот ее видеорядом, ее телевизионным результатом, так сказать, но которого мы обычно не видим. Вот сейчас ваш будущий преподаватель, Наталья Вячеславовна Давыдова, она нас видит и слышит. Вот мы же нет. И вот тот редкий случай, когда мы можем обнаружить свое знание того, что она здесь с нами, ну, к тому же она еще и наш педагог, преподаватель дисциплины, основы телевизионной режиссуры. Приветствуем Наталью Давыдову. Я могу сказать о том, что буквально с первых дней учебы, в первом семестре, мы с вами встречаемся в курсе основ литературной культуры, и этот курс тоже заканчивается в этом году, во всяком случае он будет заканчиваться необычным образом, конкурсом чтецов, конкурсом на лучшее выразительное исполнение фрагментов произведений русской мировой классики. Так что маркиза – это первый шаг действительно на пути к вашему будущему профессиональному образованию, журналистскому образованию. И сейчас я попрошу поднять в своих мест новых участников маркизы, абитуриентов 2013 года. Пожалуйста, поднимитесь всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Не надо быть пророком, прорицателем, уметь смотреть сквозь время, чтобы сказать, что пройдет немного совсем, несколько лет, не знаю сколько лет, и многие из вас станут известными журналистами, хорошими профессионалами, настоящими специалистами в своих областях. И вот когда будут показывать, ретро-показы будут сегодняшней телеигры, многие из ваших поклонников и поклонниц, многие из ваших читателей, слушателей, зрителей, интернет-пользователей, а за интернет-журналистикой будущее, вот будут говорить, вон, 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 вон он, вот он, смотрите какой он, вот молодой, совсем юный, не оперившийся, а ведь вот кем стал, или вот она, вот, вот, вот она, и так далее. И я думаю о том, что сейчас и сегодня вам нужна, конечно, максимальная, нужна сосредоточенность, максимальная, ну, если хотите, и целеустремленность, какая-то вот жадная целеустремленность, которая всегда свойственна журналисту, вот, и некоторого рода упрямство, преодоление внутренних препятствий, преград, которые могут встретиться. И я вот вспоминаю сейчас хорошее стихотворение замечательного русского поэта 20 века, Николая Рубцова, оно короткое, я его люблю, шестистишее такое, которое вызывает ассоциации самые разнообразные, и с басенной строкой Крыловская, Васька, слушай, доест, и там, с бравым солдатом Швейком, и пословица, и на то и щука, чтобы карась не дремала, и так далее. А звучит, ну, и для взрослых, и для детей, наверное, это стихотворение, звучит оно так, Николай Рубцов, Коза, 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 Побежала Коза в огород, Ей навстречу попался народ, Как не стыдно тебе, Ягоза, И Коза опустила глаза, А когда разошелся народ, Побежала опять в огород. Вот я желаю вам упрямства, упорства, и вот такого желания достичь своей цели, непременно достичь цели. Успеха вам, победы! Ну, я, не дожидаясь того, как народ разбежится, побежал в огород, с тем, чтобы начать нашу абитурионскую игру. Вот Валерий Владимирович вспомнил стихи Николая Рубцова, я тоже стоял, вспоминал стихи другого поэта 20 века, его старшего, современника, Бориса Леонидовича Пастернака. Однако, в родстве со всем, что есть уверясь и знаясь с будущим в быту, в конце нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту. Ну, о простоте мы поговорим в конце передачи, а вот что касается будущего, то сейчас для вас действительно наступает время и сегодняшний день, и вообще абитуриентское время, когда вы, в общем-то, знаятесь со своим будущим в быту, с тем, что, возможно, составит ваше будущее, ваши судьбы. Поэтому я думаю, что темы, которые объединят все сюжеты сегодняшней игры, мы сделаем некие предсказания, предсказания, пророчества, предостережения, предупреждения, описанные в произведении русской и зарубежной литературы. Итак, сюжеты, связанные с предсказаниями. Отгадайте, пожалуйста, в первом туре, ну, вот вы знаете, сейчас принято такое понятие профессиональный кодекс, например, кодекс журналиста, да? Назовем это так. Отгадайте, пожалуйста, в первом туре некий профессиональный кодекс, ну, или декларацию неких профессиональных принципов, прозвучавшую или описанную в произведении русской литературы. Пожалуйста. В этом произведении русской литературы встречались животные? Встречались ли животные? С кем? С людьми. С людьми? Трогательное произведение русской литературы, в котором животные встречались с людьми. Но имейте в виду, даже если вы отгадаете, я просто забегаю вперед, даже если вы отгадаете авторы произведения, вам надо совершенно точно процитировать этот самый профессиональный кодекс, который в этом произведении прозвучал. Да? Да. Пожалуйста. Итак, как трогательно было замечено, как трогательно было замечено, животные с людьми в этом произведении встречались. И я бы сказал, не единожды. А связано ли это с потусторонним миром? А что вы называете с потусторонним миром? Ну, загробную жизнь, смерть. Можно сказать, что и связано? Спасибо. Произведение, можно сказать, с ними связано. В этом произведении животные разговаривали человеческим языком? Нет. Человеческим голосом животное в этом произведении не говорило. Скажите, пожалуйста, этот кодекс был сказан человеком? Кодекс был высказан, продекларирован человеком. Человеку было больше 30 лет, в котором кодекс сказал? А то есть человеку, который провозглашал профессиональные призывы? Ну да, тому, который провозглашал, было за 30. Он был не молод, скажем так. Этот человек был знатного рода? Который провозглашал кодекс? Да, который провозглашал кодекс. Нет, тот, который говорил о своих профессиональных принципах, я думаю, был не знатного рода. Во всяком случае, там об этом ничего не говорится, да и вряд ли этим делом занимался. Хотя, ну нет. Действие происходит в Петербурге? Нет. Этот кодекс этого человека, он не основывался на отрицании всего? На отрицании всего вообще? Ну, не всего, а нравственных принципов, нравственных убеждений. Нет, скорее он наоборот говорил о своих нравственных принципах и убеждениях. Больше того, хочу сказать, что журналисту не помешало бы перенять себе положение этого кодекса. Пожалуйста. У героя, провозгласившего этот кодекс, была говорящая фамилия? Вы знаете, что касается фамилии этого героя, то у меня вообще вызывает большие сомнения, что у него фамилия какая-нибудь была. Спасибо. Как-то вы, конечно, называли, но вряд ли по фамилии. Скажите, пожалуйста, а тот, кому он говорил этот кодекс, был им принят? Были эти принципы приняты этим человеком? К которому они обращались? К которому обращались? Ну, куда ему деваться? Выслушал и принял их сведения. Человек, к которому обращался главный герой, тот, кто высказывал свой кодекс, он был его хорошим знакомым, товарищем? Я думаю, они впервые видят. Спасибо. Встретились впервые. Мне так кажется, да. Больше того, они встретились, я думаю, не только впервые, но даже и в последний раз в этом произведении. Я даже уверен, что они встречались только один раз. Пожалуйста. Можно спросить, существовало ли это место, где герои встретились на самом деле? Есть ли оно? Ну, наверное, есть. Но географического названия это совершенно точно не Петербург, абсолютно точно. Другой славный город упоминается в этом произведении. Вернее, его архитектурный частичек. Но не Петербург. А вот тот, кто сказал об этом кодексе, он главный герой произведения? Всегда очень трудно сказать, кто же главный герой. Но я полагаю, что он сказал самую важную вещь в этом произведении, определяющую. Спасибо. Да, ну и вы помните, что тема нашей игры – всевозможные пророчества, предсказания, прорицания. А профессия, деятельность, в принципе, которые были высказаны в кодексе, она существует сейчас? Ну, в том первозданном виде нет, а вообще развелось их немало. Но только те были подлинные, а нынешние, боюсь, не буду же называть, как они на самом деле называются. Скажите, пожалуйста, являлся ли герой, провозгласивший кодекс, мужчиной? Как бы вам хотелось. Просто интересно. Это был мужчина. Не знаю, разочаровал я вас. Не разочаровал? Обрадовал. Отлично. Это правильно. Пожалуйста. Этот герой обращался к рыбам, к водному миру, нет? Нет. Это были не рыбы. А ведь мы, по-моему, уже выяснили, что человеку все это говорил. Не молодой человек говорит при встрече с другим человеком, видимо, при единственной встрече, при первой и, судя по всему, да наверняка последней встрече с этим человеком, высказывает некие свои профессиональные принципы, которые можно было бы назвать кодексом этой профессии. Животное с человеком встречается в этом произведении, но при этом не говорит на человеческом языке, а некая архитектурная часть некого знаменитого города упоминается в этом произведении, но Петербургом там и не пахло. А это произведение поэзии? Вам бы как хотелось. Да, хотелось бы. Да? Ну, пойдем вам навстречу. Да, это поэзия. Действие произведения происходило в военное время? Ну, да, воины там шли. Да, они и не кончались в этом время. А являлся ли тот герой, которому сказали правила этого кодекса, выдающимся деятелем каким-то или очень известным человеком? Да, он был известен и прославлен. Я бы сказал, что был прославлен. Чему свидетельство было эта архитектурная часть этого славного города, который теперь известен под другим названием? Наша тема, сюжеты, связанные с предсказаниями. А герой этого произведения, он имел коня? Имел был конь? Вот то самое животное, с которым он встречался. Да. Он встречался со своим конем. Но имейте в виду, я еще не теряю надежды, что вы не только произведение отгадаетесь, но еще и назовете профессиональный кодекс. Ну, пожалуйста. Можно спросить, а это был князь, к которому обращались? Это был князь. Князь? Но вы должны кодекс назвать профессиональный. Был ли герой, провозглашавший год, кодекс убит в конце произведения? Вы знаете, вот тот, кому он говорил, тот, к кому обращался этот герой, в конце произведения даже пожалел. Чего же я его тогда не покарал-то? Но не покарал, и тот остался жив. Скажите, пожалуйста, в этом произведении была змея? Вам бы хотелось, чтобы там была змея? Да. Была змея. А произведение – это песня о полку Игореве. Песня о полку Игореве? А слово полку Игореве, предсказание… Так, стоп. Это не слово полку Игореве. Я пытаюсь ответить. Тишина, внимание. Итак, вы сейчас хотите провозгласить профессиональный кодекс, которому, на мой взгляд, неплохо бы следовать и будущему журналисту. Пожалуйста. Можно будет не точной цитаты автора, а просто свой как бы пересказ, да? Спросим у автора. Хорошо. Я думаю, что это произведение Александра Сергеевича Пушкина «Песня о Вещем Олеге». Дальше. Автор призывал его лирического героя, не лирического героя, а описанного князя, давал пророчество о том, что… Кодекс о том, что… Что такое кодекс, вы понимаете? Это вот… Некоторые законы, да, свод правил, которым следует представитель этой профессии. И он эти свои правила в беседе провозглашает. Да, он говорит о том, что… А применение всего своего профессионального сотрудничества. Все в этой жизни предначертано, и несмотря на то, что этот человек пытался избежать, ну, вот этого рока, своей судьбы, он все равно придет к этому же. Нет, это все-таки не тот профессиональный кодекс, который вы должны были процитировать. К сожалению. У меня чуть по-другому, что, наверное, профессиональный кодекс, что нельзя бросать своих друзей, нельзя как-то отрекаться. Там вот были слова про и примешь ты смерть от коня своего. Даже если нужно было принять смерть от коня, не нужно было своего друга как бы неволить. Потому что тогда для князя, наверное, это было чем-то важным. Конь, боевой друг, боевой товарищ. Вы знаете, вы очень растрогали меня вот этой своей трактовкой. Я тоже считаю, что товарищей нельзя бросать, и не надо было менять этого. Да и сам князь тоже потом понял, что не надо было менять этого коня. Поэтому вам вот Виктор Гюго, который придерживался теми ваших принятых. Спасибо. Но, к сожалению, не это было профессиональным. Пожалуйста. Профессиональный кодекс предсказателя был то, что я не боюсь ни властей, ни богов, и скажу тебе в любом случае правду. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар мне нужен, правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесной дружен грядущие годы. Таятся там, где, но вижу твое жребие на светлом челе. Запомнишь мне это слово, слово мое. Я думаю, что мы все-таки общими усилиями выявили победителей этого тура. А я считаю, дорогие друзья, что волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Это замечательные слова, которые каждый журналист должен выбить на своем ноутбуке каким-нибудь, я уж не знаю, каким-нибудь инструментом, и полностью всегда не бойтесь могучих владык, и не просите их дар. И все будет в порядке. Друзей тоже не надо бросаться, вы были совершенно правы. Ну что же, дорогие друзья, второй тур. Отгадайте, пожалуйста, во втором туре профессию некоего персонажа произведения русской литературы. Сюжет, в котором этот персонаж участвует, связан с нашей темой предсказания. Скажите, пожалуйста, его профессия была связана с словом? С чем? Со словом. Со словом? Нет, она была связана с делом. Главный герой мужчина? Главный герой всего произведения? Профессию мы отгадываем. А мы отгадываем профессию дамы. Вы расстроились? Нет. Точно? Я хотел утешить вас в книжке, но раз вы не расстроились, то и утешать не буду. Пожалуйста. Эта дама смотрелась в зеркало в произведении? В произведении нет. Вообще наверняка, потому что я лично не знаю ни одной дамы, которая не смотрелась бы в зеркало. Спасибо. Но в произведении об этом ничего не сказано. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, эта дама была замужем? Вы знаете, как бы вам хотелось? Чтобы была. Так, ну что ж, что бы вам подарить по этому поводу? А, ну вот, судьба человека, поднятая церина, все это вполне... Но мы ничего о ее семейном положении не знаем. Может быть, была, может быть, нет. Профессия данной дамы не тяготила ее? Она ходила на работу с радостью? Занималась этой профессией? Вы знаете, я могу только догадываться. Наверное, она занималась своей работой с радостью, но не всегда эта работа приносила радость окружающим, как выяснилось. Спасибо. В том самом сюжете, с предсказанием. Пожалуйста. Это дама преклонного возраста? Нет, дама молода. Вы расстроились? Да. Пожалуйста. Ну что, Рожденная революция, уж не знаю, ну, как вас это утешит. Ну, в какой-то степени, книга Рожденная революция, в какой-то степени, ко времени, отгадываемому, в нашем туре имеет отношение. Кто же вы были сейчас? Кто? Раз, два, три. Значит, вы, пожалуйста. Есть ли данные дамы и дети? Мы только что выяснили, что ничего не знаем о моем семейном положении. Извините. Нет, почему? Все бывает. Ну, просто вы отдаете себе отчет, задавая этот вопрос, вы отдаете себе отчет, что мы не знаем о семейном положении еще. Понятно. Ну, и отец тоже не знаем. Так, вы, а потом вы, хорошо? Пожалуйста. У нее была трагическая судьба. У этой дамы? Да. Да нет, я думаю, в принципе, все было в порядке, но один случай трагический с ней случился. И то, ну ладно, позднее. Образ дамы рисуется, да? Значит, семейное положение неясное. Что там с детьми получилось, тоже непонятно. Значит, трагическая судьба. Минут, пожалуйста. Эта дама, она носила какие-либо пороки? Она была более отрицательным или более положительным героем? Вы знаете, я просто думаю, что... Мы о ней знаем, на самом деле, очень мало. Она упоминается вскользь. Но из упоминания о ней нам становится ясно, что она существо положительное, молодое. Поэтому какие могут с нее пороки? Никаких пороков. В произведении упоминается имя этой дамы? Нет. Нет. Вот имя другой дамы, прям рядышком подсказываю вам, упоминается. А этой нет. Пожалуйста. Эта дама была темноволоса? Не знаю. А была ли она окружена компанией мужчин? Я уж не спрашиваю, как бы вам хотелось. Потому что ответ ясен. Но в этом... Вы знаете, по долгую породу работы ее, по роду профессиональной деятельности, компания мужчин наверняка вокруг... Ну, рядом с ней была всегда большая. Ну и женщин тоже. А в определенные часы, суток, наверняка там просто-таки и битком была. Она была связана каким-то образом с транспортом, эта женщина? Была. Но вам нужно отгадать автора произведения, ну и, собственно говоря, все остальное. Еще могу вопрос задавать? Еще вопрос, пожалуйста. Эта женщина была непреднамеренным убийцей другого человека. Итак, значит, молодая женщина, не имевшая... Мы ничего не знаем о ее детях. А она ли была этой непреднамеренной убийцей, мы тоже не знаем. Ну, в общем, да. Пусть да. Ну, я готова ответить. Пожалуйста. Это произведение Булгакова «Мастер и Маргарита». А персонаж, которого вы загадали, это водитель вагона, который убила Берлеза в последующем. Вам отрежут голову, говорит Волд Берлеза. Кто? Кто? Интервенты, враги? Нет. Советская девушка, комсомолка, говорит он. И эта комсомолка вагон уважает. Аплодисменты. Ну, как вы понимаете, в часы пика она, конечно, была окружена большой компанией и мужчин, и женщин, потому что трамвай был битком. Была ли она черномолоса, я не знаю, но у нее была красная повязка, поэтому, возможно, к черным волосам она ушла. А комсомолка, значит, какие-то могут быть пороки, какие пороки могла она носить, как вы сказали, когда она была русская девушка комсомолка. Никаких пороков. Ну, Берлеза зарезала, правда, но ведь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Данная бестактность была воспринята лояльно или повлекла за собой спор? ДимаTorzok 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 Вы знаете, я считаю, что это настолько близ, это ответ настолько близок к точному, что мы, а собственно читайте сами, давайте я опишу ситуацию, а вы решите сами. Итак, герой нашего времени, последнее, самое философское, самое важное, наверное, для Лермонтова, навела фаталист. Вуллич предлагает доказать, что есть предопределенность. Печорин держит пари, соглашается. Вуллич берет пистолет, который висит в головах у майора хозяина, вот это вот место, где, кстати, играли в карту, где собирались. Печорин говорит ему, сегодня вы умрете. Вуллич говорит, может быть, да, может быть, нет. Берет этот пистолет, приставляет его к виску, стреляет, осечка. Потом он тут же выстрелил и пистолет его выстрелил. Целит фуражку висит еще на стене, выстрел и фуражка пробита. Вуллич выигрывает пари. Дальше Печорин отдает ему выигрыш и говорит, вы счастливы в игре, поздравляю вас, но только не могу понять. Почему же мне казалось, что сегодня вы умрете? И тут Вуллич, который до этого хладнокровно целился себе в лоб, вдруг смутился и сказал, смею вам заметить, сударь, что спор наш закончен, и поэтому ваше заявление неуместно. И убежал. И вот это заявление было бестактностью. А Вуллич, убежавший, встречает пьяного, ему встречается пьяный казак. Вуллич откликает его, говорит, куда ты, кого ищешь, братец? Тебя, отвечает казак, и разрубает его шашкой от шеи до сердца. И Вуллич все-таки умирает. И здесь совершенно замечательный финал этой новеллы, когда Печорин, уже вернувшись, ну, после еще некоторых событий, возвращается в крепость к Максиму Максимовичу и говорит, вернувшись в крепость, я рассказал все, что со мной случилось и чему был свидетель Максиму Максимовичу, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Тот сначала не понимал этого слова, но когда я как мог объяснил, значительно потевал головой и промолвил, да, с конечностью, штука эта мудреная. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не понравились мне также и винтовки черкесские, неприлично они нашему брату, приклад слишком мал, того и гляди, нос обожжешь. Зато вот шашка у них, ну, просто мое почтение. И примолвил, подумав еще. Конечно, жаль беднягу, черт его дернул с пьяным ночью заговаривать. Ну, да и видно, так ему на роду было написано. Больше, пишет Печелин, мне ничего не удалось от него добиться. Он, Максим Максимович, вообще не любит этих метафизических премий. Если вспомнить, что это были последние слова фаталиста, через два года дуэль Лермонтова, можно подумать, и черт дернул Михаила Юрьевича дразить этого Мартынова. Или, может быть, на роду так у Лермонтова было написано. Не знаю, вот такой вот роман, я вас поздравляю. А вам интересно, кто был тем самым студентом 18 лет назад, который огадал поручика в уличе с одного вопроса? Это был Кирилл Михайлович Захаров. Правда, он сначала спутал в уличе с Казбичем, но, тем не менее, назвал правильно. И эта путаница не помешала ему спустя 18 лет уже стать и кандидатом наук, и доцентом Института филологии и журналистики, и одним из лучших игроков Маркиза. А еще должен вам сказать, что вот в паузе после той игры ко мне подошел замечательный поэт, впоследствии трагически погибший, Леша Машин, со светлой памяти, и почти дословно процитировал, сказал мне, «А впрочем, эти азиатские курки часто осекаются». Сказал он, что говорит о том, что студенты-филологи 18 лет назад наизусть знали не только песню о вещах Олеги, но и герои нашего времени. Аплодисменты прежним и нынешним победителям. Аплодисменты 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 Ну что, еще одно задание хотите отгадать? Да. Продолжим наше метафизическое премие. Пожалуйста, короткая игра. Итак, отгадайте, пожалуйста, некого члена приемной комиссии, описанного в произведении зарубежной литературы. Зарубежная литература, некий член приемной комиссии. Я не могу сказать, что приемная комиссия служит наглядной подсказкой для вас. Уж скорее я, если она пошла. Пожалуйста. Интересно, когда вы услышите скорее я, вы сразу же подняли руку. На какую же мысль я вас навел, интересно? Ну, пожалуйста. Член приемной комиссии это человек был? Что такое человек? Это не ты, не я, не он, не он, это говорил Сатин. Это звучит гордо. Я сказал, что это похоже на меня, и вы сразу же с сомнением сказали. Это был человек? Нет, это был не человек. Являлся ли член приемной комиссии вымышленным персонажем? В каком смысле? Ну, не животным. Не животным? Не животным. Член приемной комиссии чем-то похожий на меня, как я сказал, на свою голову. Хотя это не совсем так. Вот он не был ни человеком, ни животным. Вот так вот. Пожалуйста. Герой, член этой приемной комиссии, герой греческой мифологии? Куда же интересно, греческой на Алим, что ли, принимали? Хотя тоже правильно, хороший вопрос, нет. Действие произведения происходит во Франции? Нет. То есть, мушкетера, вы думаете, принимали? Нет. Член приемной комиссии. А что интересно? Член приемной комиссии в какой-то степени был роботом? В какой-то степени был роботом? Да нет, роботом мы его не назовем. Там роботами, в этом произведении роботами не пользовались. Обитатели этого мира роботами не пользовались. Пожалуйста. Был ли член этой приемной комиссии связан с нечистью? Ну, вы знаете, там понятия нечисть как такового, я думаю, нет. С волшебным миром. Вы еще раз хотите даме уступить или задавите вопрос сами? Нет, может мальчик, может, задавайте вопрос. Ну, пожалуйста. Ну, задавайте вопрос. Я вам еще одну книгу, но уже не маркиз. Все произведение было как пронизано магией? Да. Член отборочной комиссии. Есть догадка. Можно еще один вопрос, наводящий? Вы знаете, еще один вопрос. Поскольку я понимаю, что молодой человек отгадал, так же, как и вы, или, по крайней мере, я думаю, будет несправедливым давать вам возможность еще один вопрос задать. Правильно? Можно тогда ответить? Только именно того члена приемной комиссии, которого я загадал. Пожалуйста. Это распределяющая шляпа в Гарри Поттере? Это я похож на распределяющую шляпу. Взрыв аплодисменты. Одну муточку. Возьмите микрофон. Как вас зовут? Кирилл Дронов. Кирилл, а вы думали, что это что? Это шляп. Валерий Владимирович, я прошу вас пойти мне навстречу, поскольку дважды я лишал права задать вопрос молодого человека. Более того, он отрекся от этого права в пользу дамы. Могу я пригласить его за столик победителей? В пятом. Вы тоже будете? Дорогие друзья, у нас для вас сегодня еще один сюрприз. И уж поскольку мы решили, что мы без чинов, званий и регалий, то я, хотя сейчас мне обойтись без этого очень сложно, попробую обойтись без них. Итак, сегодня тоже впервые на маркизе соло-саксофон Софи Тюрина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Конечно, нельзя сказать, сколько ей лет. Можно? Соня. Ну ей... Пять с половиной. Друзья, друзья, это впервые в мире соло-саксофон в пять лет. Пять лет. Сегодня прям сразу. В ЮНЕСКО сразу. Ну, давай. КОНЕЦ 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 Представьтесь, пожалуйста, уважаемые финалисты. Кушкова Ирина. КОНЕЦ 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 Продолжим наше метафизическое премие. Отговоряйте, пожалуйста, в финальном туре происхождение некоего водоема, описанного в произведении русской литературы и имеющего отношение к нашей теме. Происхождение некоего водоема. КОНЕЦ Этот водоем был большой? КОНЕЦ Большой водоем по-вашему-то что? Море. КОНЕЦ Нет, он был поменьше моря. КОНЕЦ Этот водоем каким-то образом связан с походами других людей? КОНЕЦ С походами? КОНЕЦ 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 А с этим водоемом связана какая-нибудь мистика? КОНЕЦ Ну, вы знаете, кому как. Я думаю, что его происхождение не было мистическим. Водоем возник естественным путем? КОНЕЦ КОНЕЦ Пусть так. Хотя что вы называете естественным? КОНЕЦ 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 То есть его не вырыл никто, не с помощью плотина он как-то был построен? КОНЕЦ КОНЕЦ Правда, слово «рукотворный» в данном случае не совсем точное, поэтому в фигуральном смысле он был рукотворным. КОНЕЦ А можно немного такой исторический, географический вопрос задать? КОНЕЦ 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 Вот пока и все. Еще раз вопрос повторите. А можно другое водоем? Давайте. Создатель, раз этот водоем был рукотворным, создатель этого водоема обладал какими-то сверхъестественными способностями? Могучеством? Нет. Запоминайте эти слова, господа. Создатель этого водоема. В этом произведении в водоеме никто не утонул? Нет. Водоем располагался в пустыне? Нет. Человек или существо, которое в прямом смысле входило в этот водоем, погружалось, оно приобретало какие-то свойства, так скажем, сверхъестественные? Значит, существо, соприкоснувшееся с этим водоемом, приобрело новые свойства, но я не говорил об омовении. Этот водоем реально существовал? Ну, в этом произведении, да. А в этом водоеме обитали животные? В этом водоеме животные не обитали. Ну, я не знаю, может быть, совсем микроскопические какие-нибудь. Вы помните нашу тему предсказания, пророчества, предостережения? Были ли в этом произведении вымышленные персонажи? Я бы задал вопрос по-другому, конечно. Были ли в этом произведении не вымышленные персонажи? Ну, уж раз вы так задаете, то, пожалуйста, да, были. В этом водоеме была соленая вода? По счастью, вкус этой воды мне не довелось ощутить. А тот, кому довелось, не поделился с нами своими ощущениями. Но вода была не морская. Ну и так, русская словесность, некий водоем, который отличается от моря, во-первых, размерами, а во-вторых, составом наполняющего воды. Водоем рукотворный, в широком смысле этого слова, в фигуральном смысле, рукотворный. Не знаю уж, какой видится вам эта рука. Вряд ли он кто-нибудь омывался и умывался. Вкус этой воды нам неведом, по счастью. Насколько я могу наблюдать вас, никто из вас этого вкуса не испробовал. Пожалуйста. А тема нашей игры мистическая. Что такое? Вы что, глотнули водички? Пожалуйста, Кирилл, очередь ваша. Герои, подходившие к этому водоему, смотрели свое отражение? Ну, любопытно было бы посмотреть свое отражение, причем дважды. У этого водоема есть название? У этого водоема, ну, я бы сказал, что есть название. Но не имя собственное, а имя такое писательное. Если выпить воды из этого водоема, ты не превратишься в какое-то другое существо? Вы меня спрашиваете? Нет, ну, просто, чисто теоретически. Я не знаю. Вы хотите ответить? Происхождение водоема. Рукотворное. Лужа. А? Лужа, скорее, да? Ну что? Это, я могу назвать произведение? Происхождение? Это колодец, да? Нет, это не колодец. А если выпить из этого водоема воды, можно было стать козленочком? Ну, можно было стать козленочком. Происхождение. Этот вопрос уже задавали нам. Можно? Можно. Коллективный ответ. Ну, пожалуйста. Вы не готовы, Даша, ответить? Сейчас. Предсказание. Ну, предсказание, не пей, козленочком станешь. А происхождение. Можно называть произведение? Называй. Ну, это след козлиной. Рукотворное происхождение – это копытца. Поздравляю. Ну, дорогие друзья, как метко сказал Валерий Владимирович, это коррективная игра. Победители вы все, а гости нашей программы будете отгадывать вы. Настя, вспомним эту тему сегодняшней игры. Предсказание, пророчество. Предстережение, предсказатели, пророки. Мы сегодня отгадали профессиональный кодекс волхвов. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Отгадали профессию женщины, которая отрезала голову берлиозу, вагоново-жатые. Отгадали бестактность, которая была допущена Печориному в адрес поручика Вуллича, когда он сказал ему, однако не пойму, почему я был уверен, что сегодня вы умрете. И предсказал ему его смерть. Отгадали, и лучшей подсказкой на эту отгадку был, как ни странно, я, это самая члена отборочной комиссии распределительной шляпы из Гарри Поттера, которая определила Гарри Поттера в Гриффиндор. Отгадали происхождение водоема, рукотворное происхождение, вот это вот копытце, из которого напился братец Иванович, посмотрелся, напился, еще раз посмотрелся, и убежал уже козляночек. Теперь после всего этого вам предстоит отгадать гостя нашей программы, но мы сегодня привыкли уже без чинов и без регалий, и наш гость тоже без регалий, без чинов, без званий, просто русский актер. 10 вопросов. Актер старше 30 лет. Я уж не спрашиваю, что как бы вам хотелось, просто отвечаю старше. Этот актер снялся в более чем в 10 фильмах. Вы знаете, он снялся в более чем в 10 фильмах. Вот это странная градация, если вы пойдете далее более 20, и когда вы, допустим, до 70 фильмов, вы точно скажете, кто это. Нет. Нет? Наш гость темноволосый. Вот только что перед этим я хотел сказать, что раньше, когда вот таких вот игр для абитуриентов обычно как-то сравнились со мной. Выше вас, ниже вас, старше, младше. Ну, хорошо, что вы сейчас не стали сравнительной степени, а просто. Да, он темноволосый. Этот актер снимается преимущественно в каких-то серьезных фильмах, не в комедиях? Ну, я бы сказал, что, в общем, преимущественно в серьезных. Но у этого актера именно актерское образование было первым? Или он сначала где-то думал заняться каким-то другим делом? Нет. Актерское образование у него было не первым. Должен он сказать, что и сам характер, абитуриентский характер нашей игры тоже является некой подсказкой, как и тема, как и некоторые задания. Не то, чтобы он строил вот эти вот копытцы, которые становились водоемами в своей первой профессии, но абитуриентский характер нашей игры, тема предсказания, княжеский дар нам не нужен, и с волей небесной дружной. Этот актер в каких-то... В основном играет в московских театрах? Это актер московского театра. А я сейчас вспомнил поговорку, правда, не имеющую никакого отношения, просто я вспомнил Валерий Владимирович вначале произнес поговорку, которая мог бы меня водоемно видеть. Как вы говорили, на то... На то и щука возили, чтобы карась не дремал. Но это не имеет никакого отношения. Просто вспомнил, что сказал Валерий Владимирович. А поскольку годы обучения на флитете деканом, который Валерий Владимирович в то время был, приучили меня к тому, что ничего зря он не говорит, я думаю, карасю дремать не надо. Но можно, как может, дать возможность залу, потому что у меня больше нет догадок. У вас нет вопросов? Да. Вы можете взять свой приз. И вот это тоже Валерий Владимирович. Ой, спасибо. Да. Под аплодисменты залу, Настя, возвращайтесь. Пожалуйста. Теперь уже играют все абсолютно. Весь зал играет. Пожалуйста. Прошу вас. У нашего гостя имя начинается на букву С. Вы знаете, вообще на такие загадочные вопросы я не отвечаю, как правило. Но должен вас в данном случае или обрадовать, или разочаровать имя буквы С вообще нет в имени нашего гостя. Обидно. Спасибо. Я уж не пойду дальше. Какого цвета глаза у нашего гостя? Скажите, пожалуйста, вы коллекционируете цвет глаз всех актеров? Да. Да? Просто это важно. Ну, я вам скажу, что у некоторых его персонажей они очень пронзительные. То есть красивые, да? Нет, ну, это вы сказали. Так, дорогие друзья, запоминаем. Когда выходит наш гость, вы выходите туда, смотрите ему в глаза и подтверждаете свое первоначальное предположение, что они красивые. Но я этого не говорил. Я еще раз говорю, что у некоторых из персонажей, которых он исполнял, наш гость, взгляд был очень пронзительный. Я вот хочу попытаться оттолкнуться все-таки от логики нашей игры. И вот у нас было немало сегодня мистики. Были волхвы, все. Вот как-то связан наш гость с этой темой, вот с мистикой, с потусторонними силами и в своем творчестве, возможно. Ну, вы знаете, значит, когда Алексей стал говорить непосредственно о личности нашего гостя, а учитывая, что Алексей у нас врач-психиатр, ну, когда вы перешли на творчество, то я чисто, в сути, вовремя, да, в его творчестве случались роли, связанные с нашей темой. Александр Александрович, вы сказали, что вот щука на той карась... На той щука, чтобы карась не... Это не я сказал. Вы сказали, что это не подсказка. Я же сказал, что Валерий Владимирович зря ничего не говорит. А, ну тогда, значит... Потом, Александр Александрович, вы вот говорили, что... У нас сегодня же абитуриенская игра, и вы говорили, что отношение имеет наш гость вот к молодежи, вот как-то... Вот я так поняла. Имеет. Имеет. Он ректор? Мы сегодня без щенов. Ага, я поняла. Ну, значит, все правильно. Значит, он ректор. И... Сан Саныч, снимался ли он в фильме о известном... Я не знаю, как назвать, предсказателе. У нас тема предсказания, пророчества, там... Вольф Мессинг. Это уже прямой вопрос. Снимался. Ну, я очень прошу извинения у нашего гостя. Я знаю, что фамилия его Князев. Великолепный наш русский актер, замечательный, потрясающий. И имя, простите, пожалуйста. В этом имени нет буквы «С». Гость нашей программы Евгений Князев. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне приятно находиться на этой программе, которую я видел несколько раз, когда меня приглашали на эту программу. Я ее несколько раз посмотрел. Мои коллеги рассказывали об этой программе. И Владимир Иванович Этуш, и Василий Семенович Лановой, и Юрий Васильевич Яковлев нашего театра, которые были на этой программе. И очень хорошо они отзываются. Поэтому большая честь находиться рядом с вами. И я вот стою перед вами, гол как сокол, готов разговаривать. Мне не обидно, что вы так долго меня узнавали. Совершенно не обязательно. Сейчас время такое трудное, когда существует только телевидение. Телевидение такое огромное количество сериалов, которые скачут друг за другом, и только успеваешь переключать кнопки. И редко, когда останавливается глаз на чем-то достойном, чтобы посмотреть. Поэтому я никакой не претендую на то, что фильмы, в которых я снимался, были достойны вашего внимания. Если кто-то видел, большое спасибо, приятно. Моя основная работа – это театр Вахтанговых, где я играю, много играю, продолжаю играть. И, надеюсь, буду продолжать работать дальше. Итак. Спасибо. Я сейчас сделаю глоток, потому что я сейчас волнуюсь. Сейчас пройдет волнение, надеюсь. Я, пожалуй, тоже. Ну, конечно же, мы поговорим и о театральных работах. Были гастроли в Саратове, кстати, блистательный маскарад совершенно, и о кино. Ну, Евгений, первый вопрос по традиции связывает тему нашей игры с нашим гостем. И темой сегодня были предсказания, всевозможные пророки, провидцы. И мы довольно подробно говорили о герое нашего времени, рассказе футболиста. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о предопределении? Существует ли оно? И было ли в вашей жизни, ну, простите за банальность, но тем не менее, было ли в вашей жизни что-то такое, что говорило бы, например, в пользу того, что предопределение существует? Безусловно, по-моему, предопределение у каждого человека существует. И все равно тот путь, который ему дано прожить и пронести, пройти с этим, по этому пути, он у каждого человека определен. Это от тебя только зависит, как ты будешь проходить этот путь. А то, что там написано, где-то вот на каких-то подкорке, когда человек рождается, неизвестно. Я же родился совершенно не в театральной семье. Я родился там, где, ну, о театре, наверное, даже и не мечтали, потому что я родился в такое селение, ну, под Ясной Поляной такой был рабочий поселок. Когда после войны там оказались родители, вот таким вот образом после войны оказались, и я таким образом родился там. Это был такой лагерь интернированных, после военного плена. Ни о каком театре там речи не было. И почему у меня возникла эта страсть к театру, я совершенно не знаю, но судьба как-то вела к театру и подвела, и таким образом, что я вот оказался актером театра Вахтангова. Когда я поступил в театральный институт имени Щукина, это, с моей точки зрения, один из лучших театральных вузов страны, да и не с моей точки зрения, это с точки зрения мировой общественности, потому что в 2005 году такой институт театров и при Венецианском биеннале театральном придумали провести рейдинг между всеми театральными школами, о которых театральные школы и не знали. И среди всех театральных школ мира наш институт получил золото в Венецианского льва в номинации за будущее. Поэтому мне есть чем гордиться. И когда я поступал в этот театральный институт, в общем-то смешно, как я поступал туда, потому что, но кто по старшему поколению, они знают, что в киосках союза печати продавались открытки, где были написаны артисты, продавались артисты, и написано, какие институты они закончили. И я их раскладывал по стопочкам, и у меня набралась очень большая стопка тех, которые закончили театральный институт имени Щукина. И по этому количеству мне показалось, что этот институт один из самых лучших, потому что я ничего особенно не знал. Поэтому мое было желание поступить именно в этот институт, куда я поступил со второго раза. И тот вопрос, было ли у меня первое образование, было. У меня было образование, политехнический институт, я закончил по специальности подъемно-транспортной машины и оборудования горного факультета. Я мог бы быть шахтером и заниматься эскалаторостроениями, лифтами или клетями, которые опускают, опускают, опускают и поднимают в шахты людей. И вот это вот. Поэтому как же не предопределение, если это так в этом подсознании, под корки было заложено желание прийти сюда и стать, работать в театре. Поэтому у каждого человека он рождается уже определенно, запрограммирован на свою жизнь. Но от нас очень много зависит, как ты эту жизнь будешь проживать. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Я... Как это? Уже... У меня к вам вопрос. Посмотрите в глаза. Глаза красивые? Глаза очень красивые. Очень выразительный взгляд, как вы сказали. Очень сложно смотреть. Ну что вы на меня так смотрите? Я с вами согласна. Спасибо. Прошу вас, Владимир. Скажите, основным принципом Вахтанговского театра был то, что брали выпускников щуки. Сейчас почему-то стали постепенно от этого отходить. С чем это связано? Спасибо. Да нет, не стали. Ну, по крайней мере, водовича... Я, пожалуйста, я вам сейчас расскажу. Не стали. Наша школа всегда славилась традиционностью своей. Вообще, школа, любая школа, это прежде всего такое классическое воспитание, традиционное воспитание и никоим образом не новаторское воспитание. И поэтому наша школа на этих позициях стоит очень твердо. И моя задача, как ректора, чтобы это сохранить традиции, которые были заложены не нами. В 2014 году в нашей школе будет ровно сто лет. И была придумана прекрасная программа обучения артистов, которая вот на протяжении уже сто лет выдает блистательные результаты. И вот троих я вам уже назвал, которые были в этой программе. Я прибавляю сюда Сергея Маковецкого, который тоже был здесь у вас, я забыл. У нас Володя Симонов, у нас Людмила Максакова, Юлия Борисова. И если сейчас перечислять, то мне нужно будет практически весь театр Вахтанговой перечислять. И артистов, которые работают в театрах до сих пор и работали. Там Гундарева, Андрей Миронов, Василий Ливанов и много-много-много других. Поэтому если эта школа продемонстрировала такое умение готовить, то я не вправе отменять это. и среди нас не родился новый Вахтангов, который мог бы предложить новую систему для воспитания актеров. А коли пока не родился такой человек, то я считаю, что мы должны достойно вести дело наших товарищей. Тем более, что театральное образование это вещь ремесленническая и нужно научить просто элементарным ремесленническим вещам. Научить хорошо говорить, научить хорошо двигаться, научить хорошо петь, при этом хорошо бы играть, ну и при этом то есть если ты обладаешь когда при поступлении терпением, трудолюбием и талантом таких 3Т получается, то тогда есть возможность, что ты станешь хорошим артистом, который составит славу театра. И действительно в театр Вахтангова, так как училище находится при театре имени Евгения Вахтангова, к нам поступали артисты только театрального института имени Щукина за редким редким исключением. И эти редкие исключения только подтверждали правила. Сейчас у нас новый художественный руководитель Римас Туменас, который в этом году, в прошлом году решил создать студию. У Вахтангова было такое триединство школа, студия, театр. И он предложил сделать студию. И в эту студию уже приглашать, чтобы поступали люди разных театральных школ. Так случилось, что он пригласил 20 человек, из них 13 человек выпускники Щукинского училища, 7 человек студентов других школ. Как это произойдет, как случится дальше, приживутся они к этой почке или не приживутся, это покажет время. Но на сегодняшний день процесс приживления происходит трудно. как это дальше будет никому не известно. Но новая кровь никогда никому не мешала, если там есть что-то новое. Потому что то общее, что есть во всех школах, у нас тоже есть. Поэтому мы не очень нуждаемся и в приливе других кровей. Да. знаете, раз мы вспомнили о ваших коллег по театру, которые были на программе, их действительно было немало. И первым вахтанговцем у нас был Юрий Васильевич Яковлев, это был еще в 94-м году. И тогда он исполнял монолог старого Казанова из замечательного спектакля три возраста Казанова, в котором вы играли и ставил его Евгений Рубенович Симонов. И фигура, на мой взгляд, незаслуженная, может или отодвинутая на второй план, если я ошибаюсь. Я имею ввиду Евгений Рубенович. А спектакль был совершенно замечательный. Поэтому если вы вспомните хотя бы немножко и о Симонове и об этом спектакле, где вы играли с Юрием Васильевичем и с Василием Симоновичем. Это уже получается вечер воспоминаний. Если это кому-то интересно, я не знаю, как должна идти передача. Я не знаю, до какой степени все это интересно. Значит, театр Вахтангова. 1981 год. Евгений Рубенович Симонов, главный режиссер театра имени Евгения Вахтангова. Я учусь студентом третьего курса. Он поймал меня в коридоре и сказал, я хочу, чтобы ты был занят в театре Вахтангова. И мы сейчас начинаем такую работу, которая называется «Приключения Марина Цветаева». И вот ты будешь там играть молодого Казанова, вернее, будешь играть Казанового. Мы начали, немножечко порепетировали. Через месяц он подходит ко мне, концепция, говорит, меняется. Я сейчас начинаю писать пьесу, и поэтому мы сейчас репетиции над приключением прекращаем. Ну и до этого наши взаимоотношения закончились почти на год. Заканчивается 82-й год, мне принимают в труппу театра Вахтангова, ни о каких предложениях больше я от Евгения Рубенча не слышу, и вдруг спустя, наверное, полгода, к 83-му году он подходит ко мне и говорит, ну вот, я дописал пьесу, пьеса называется «Три возраста Казанова», и тебе, мальчик, повезло, потому что ты попадаешь в компанию с нашими блистательными артистами, с Яковлевым и Лановым, они будут играть один старшего Казанова, другой среднего Казанова, а ты будешь играть молодого Казанову, и таким образом я оказался в компании вот этих блистательных артистов. Что они были тогда для меня, вот я вам рассказал, где я родился, я попал в театр Вахтангова, для меня все люди, которые находили по театру Вахтангова, а когда я вошел в театр Вахтангова, я их увидел вот так вот рядом, вот так вот сидящими, как вы видите меня вот сейчас, я они были для меня небожители, и поэтому, проходя мимо них, я только мог, прижавшись к стенке, поздороваться, сказать здравствуйте, а мечтать о том, что выходить с ними на одну сцену, для меня это было слишком такое, слишком, казалось, недосягаемое, казалось, что это просто невозможно, такого быть не может. И вот я оказался с ними в одной компании, и Евгений Рубенович, о предсказаниях мы разговариваем, он тогда, начиная эту работу, которая начинается там, когда-нибудь в старинных мемуарах, ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытой, в старомодном, странном, сиреневом камзоле, где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под гром ветров, подвой волков, при двух свечах, один, 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 со всей любовью, покончив, Казанова, но глаза, глаза твои я вижу, те же в уголь все обращающие, те же в пепл и прах жизнь, обратившие мою, я вижу, и литеры встают из-под руки, старинные, из-под руки старинной, старинной, старческой, вот этой вот моей. Это вот предсказание, которое Генриетта, молодому Казанову послала, тогда, когда он спал, и это предсказание нам Евгений Рубенович расшифровал таким образом. Вот этот спектакль, который мы выпускали в 1984 году, вы будете играть много-много лет. Вы этот спектакль сыграете, когда случится переход из одного века в другой, на границе 2000 года, вы будете еще играть этот спектакль. Поэтический спектакль, казалось, кому он нужен, как зрители будут воспринимать этот спектакль, да не будут они ходить на этот спектакль. Ну, комедии нам рассказывают, что люди хотят, хотят, чтобы их веселили, не надо никакая серьезная драматургия. А это поэзия Цветаевой, которая очень глубокая, которая очень серьезная. Но декорации Асафа Мессерера, декорации Бориса Мессерера, музыка, собранная самая лучшая музыка в Средневековье, режиссер спектакля Евгений Рубенович Симонов, сам театр Вахтангова, замечательные актеры, и этот спектакль пошел своим победоносным шествием, и закончили мы его играть только в 2005 году. Дело действия происходит в спектакле в канун 1799 года, и в канун 2000 года мы этот спектакль играли. Вот это вот было предсказание, которое тоже сбылось, сказанное Евгением Рубеновичем. Вот это вот связано с этим. А то, что незаслуженно забытое, у нас так часто и так быстро, незаслуженно забывают. И, знаете, если сейчас там поинтересоваться у молодежи, кто такой Олег Борисов, то мало кто скажет, кто такой замечательный артист Олег Борисов, или кто такой Товстоногов Георгий Александрович. Ну, наверное, вы скажете, но большинство, наверное, не скажет, кто такой замечательный режиссер, который составил, может быть, один из лучших режиссеров 20 века. Или Анатолий Васильевич Ефрос. Ну, может быть, фамилия, она вам что-то такое говорит, но, боюсь, что нет, потому как вы только поступаете в институты. Я желаю вам удачи, я желаю, чтобы вы все поступили, я желаю вам, чтобы вы несли знания в мир, несли светлое, доброе, то, что филологи должны дать с последующим поколением. Но я сужу по тем молодым людям, которые поступают в наш институт. Они поступают в специализированный театральный институт. И когда мы задаем конкретные вопросы, ох, даже страшно произнести, даже страшно рассказать, неловко, но наше имя, институт носит имя Бориса Васильевича Щукина. Скажите, кто знает, кто такой Борис Васильевич Щукин? Молодежь, молодежь. Кто такой Борис Васильевич Щукин? Кто знает? Никто. Видите? И то же самое, то же самое, то же самое и среди практически наших студентов. У нас стоит бюст в Ахтангово. И случился день рождения Бориса Васильевича Щукина. Я выхожу, чтобы повесить объявление. Поздравляю вас с днем рождения Бориса Васильевича Щукина. Сегодня день памяти. Сидит парень. Я спрашиваю Димо, а ты знаешь, кто такой Щукин, имя которого носит наш институт? Он, конечно. Я говорю, кто? Ну, Щукин. Я говорю, ну, кто это Щукин? Ну, наш преподаватель по сцену движения. Я говорю, да ты что, серьезно? Он говорит, нет. Я говорю, нет. А, у нас учительница была, вот в прошлом году она отрывок еще делала, Наташа Щукина, актриса театра Ленком. И вот тогда мне становится нехорошо. Вот искренно становится нехорошо. И поэтому, кому, как ни вам, знать, понимать, нести и оставлять в памяти. Потому что, если память наша такая короткая, и мы не будем ничего оставлять, то тогда последующим поколениям мы ничего не оставим. Я благодарен нашему правительству за то, что мы вспоминаем и проводим День Победы. Что этот праздник существует и он называется великим праздником для нашей России. Я благодарен. Я сейчас был, ветеранов остается все меньше и меньше. Я сейчас был с правительством Подмосковья, в Люберцах, когда собрали со всего Подмосковья ветеранов Великой Отечественной войны, их было всего 60 человек, тех, которые воевали. Те, которые, которые по-настоящему ветераны. Их всего 60 человек. И если мы забудем вот про эти дни, которые случились в 45-м году, то тогда есть надежда, что никакого последующего поколения от нас не будет, потому что слишком легко все забывается. И этого не хотелось бы. И ваша миссия нести, продолжать, напоминать, говорить, доказывать и вкладывать тем, ну, я так понимаю, что большинство, кто-то из вас будет работать филологами, кто-то будет работать учителями, с молодыми людьми, как мы. Так что желаю вам. Говорят, что многие актеры люди суеверные. А верите ли вы в приметы? И если да, то в какие? Если не секрет, конечно же. Я никогда об этом не задумывался. Я не люблю возвращаться, не люблю, когда черная кошка переходит дорогу. Но вот забываешь что-то необходимое для спектакля, возвращаешься, думаешь, ну все, ну что-нибудь до сегодня до случится. Смотришь, а нет, и спектакль прошел, все нормально, и день завершился тоже удачно. Может быть, там он же где-то записал в какую-то там подкорку, что-то вернулся в это суеверие, может быть, сработает, но, однако, нет. Стараюсь, когда черная кошка дорога перебежала, остановиться и дождаться, чтобы прошел кто-нибудь другой, тот, который эту кошку не видел. Не вот специально, вот я остановился, Александр остановился и также увидел, и мы вместе остановились и ждем, когда кто из нас первый переступит. Нет, 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 я приостановился тогда, и человек, который не видел, он пошел себе дальше, я за ним переступаю. Но это когда есть время, когда есть та минута, которую можно уделить. А так, приметы, они существуют, приметы, какие наши театральные приметы. Хорошая примета, когда ты находишь на сцене гвоздик, он, там, декорации набиваются, натягивается половик, и вот гвоздик, и вот, если гвоздик найдешь перед спектаклем, хорошо, там, положил его куда-нибудь в карман, вроде как он тебе помогает. Как он тебе помогает? Бог его знает, но в театре помогает сцена, на которой ты стоишь, потому что, вот как храмы, они бывают намолены огромным количеством людей, которые приходят туда и которые вызывают. Я не про церковь и священнослужителей говорю, я говорю про храм, который ставится на особенном месте, и там такая особенная атмосфера, и театр обладает такой же атмосферой. Вот театр, в котором я работаю, он обладает такой же атмосферой. Я не вот тебе часто, не вот тебе все, каждую секунду об этом думаю, но иногда я выхожу на сцену и думаю, боже мой, по этой сцене ходил Гриценко, по этой сцене ходила Мансурова, по этой сцене ходил Плотников, наши великие, Астангов ходили по этой сцене, они играли на этой сцене, и теперь я вот выхожу и тоже буду играть. И поэтому, как ты так подстегнешь, думаешь, нет, ты не имеешь права, чтобы это было плохо. Устал ты, не устал, и особенно начинаешь думать об этом, когда после длительного дня длинный день, там ты успел побывать, и здесь ты должен был сделать, и на эти вопросы ты ответить, и вот тебе еще все пошли по домам отдыхать, а тебе спектакль играть. Ты думаешь, вот хорошо бы сейчас, и не было бы этого спектакля, а приходишь, думаешь, а люди-то при чем здесь, которые первый раз пришли в театр, или пришли в театр на это название, ни при чем. И тогда ты вспоминаешь этих людей, какое-то второе дыхание образовывается, и ничего, и вот так вот сыграешь. Примет или не примет, это я не знаю, но стараешься... Суеверие всегда плохо, и оно ни к чему, потому что, если от христианских законов отталкиваться, то они здесь вообще ни при чем, суеверие. Вот мой вопрос, он имеет как бы две причины к своему задаванию. Первый вопрос, вы у нас сегодня присутствуете на нашей абитуриентской программе, и вы сами тоже встречаетесь с абитуриентами в определенное время каждый год. И второй вопрос, у нас была посвящена передача, наша передача посвящена не только приметам, но и предвидением, предсказаниями. Вот я хочу все это соединить вместе и задать такой вопрос. Вот перед вами проходит большое количество абитуриентов. Как вы можете предвидеть каждого, предсказать, выбрать именно того, кого надо, как бы вот раскусить каждого и принять того, кто заслужит находиться в вашем училище? Или будут случайные люди? Как вот это вот произойдет? У нас приемные экзамены уже идут. Они уже продолжаются середина апреля. Они идут два раза в неделю, и на каждое прослушивание приходит по 250-300 человек. на каждое из них. А набирать мы будем в этом году три курса. То есть у нас будет бюджетных мест 10 на обычный курс, 10 мест на курс мюзикла и 10 мест, которые целевым образом отданы в коме республику, Сыфтывкар. То есть мы должны набрать 20 человек. К нам придет абитуриентов, наверное, тысяч, может быть, 6. И вот это наши педагоги сидят и отсматривают и определяют кого-то на первый тур. И мало-мальский имеющий способности человек, мало-мальский, если он хотя бы обаятельно улыбнулся, или он что-то сделал, какое-то движение необычное, какое-то, и мы его пропускаем на первый тур. Первые туры проводятся, их тоже будет, наверное, 10. И на каждом 10 первых туров будет по 100 человек. Это тысячи человек. Из тысячи человек мы должны выбрать на второй тур человек 300. Из 300 человек мы пропустим на третий тур человек 60. Из 60 человек мы допустим до конкурса человек 40. И дальше будет конкурс вот один к четырем. И но эти 60 человек или 40 человек или 35, ну сколько мы отберем? И вот они все эти дети достойные того, чтобы учиться в институте. То есть их отбирали через сито, сеяли, сеяли, сеяли. И вот набрали разные педагоги. Это не один тебе человек набирает. Это разные педагоги, это разный взгляд, разные вкусы. Там не может быть каких-то личностных отношений. И только после этого показываются тогда тому человеку, который будет вести этот курс, художественный руководитель курса. И вот он из этих вот отобранных всеми педагогов будет набирать себе курс. А дальше уже вступает в силу судьба. Мы никогда не боремся за тех абитуриентов, которые нам нравятся. Мы говорим. Но тоже в этом есть... Мы говорим, те, которым суждено учиться в нашем училище, они поступят к нам, они будут подавать документы к нам. И никогда мы никого не заманим, говорим, приходите к нам учиться, Боже, сохрани. Этого мы не делаем. Вот останется к моменту набора у нас 18 человек, мы 10 человек все равно наберем лучших с нашей точки зрения. Как не ошибиться? Да никак. Мы не знаем. Потому что мы вот отбираем, 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 нам кажется, ах, какой оригинальный человек. А это только манерка существования. И это проявляется через первые полгода. Что это манерка и никакого таланта в этом нет. и тогда мы вынуждены признаться в том, что мы ошиблись и мы отчисляем этого человека. Ставя себе минус, галочку, что ты ошибся. Но с другой стороны и с третьей стороны если человек поступили, вот эти вот дети поступили, если они работоспособны, трудолюбивы и терпеливы, а по способностям у них уже способности, они продемонстрировали, что они есть эти способности, если они этими качествами двумя первыми обладают, они могут достичь очень высоких результатов и стать очень хорошими артистами, когда они настойчиво и терпеливо учатся. Если они вгрызаются вот в то, что им предлагается, они делают столько, сколько говорят на уроках и еще вдвое больше помимо этого. Тогда, когда у них рабочий день, учебный день начинается в 9.30 утра и когда я возвращаюсь после спектакля, иногда спектакль у нас заканчивается поздно, например, спектакль «Пристань», он заканчивается у нас в 11 часов вечера. Я возвращаюсь и я вижу только-только выходящих из училища детей, потому что вот они до этого доделывали те домашние занятия, которые дома не сделать. Для этого нужны театр искусства коллективные, поэтому нужно, чтобы сделать какие-то упражнения, им нужно собираться по два, по три, по четыре, по пять человек для того, чтобы это сделать. И они остаются делать эти задания вечерами настойчиво до самого позднего вечера. И завтра в 9.30 они придут снова на занятия. Я иду и думаю, вот, вот, есть надежда, что из этих ребят что-то получится, что они чего-то достигнут. Когда они так же, как и молодые люди много чего из прошедшей истории, то, что близко старшему поколению, что знакомо, что на слуху и что являлось там большим, ну, не знаю, кумирами, не кумирами, но то, что являлось определенными ценностями в жизни, там, актерскими, сейчас не знают, это нужно постигать, познавать. И вот те, которые садятся за книги, те, которые узнают, те, которые начинают читать литературу, у них меняется глаз, они становятся совершенно другими детьми. И студента первого курса совершенно легко отличить от студента второго курса. А второй, а студент третьего курса совершенно не похож на студента второго курса, он уже выше. А студенты четвертого курса, они уже такое ощущение, что они уже настоящие артисты. Только это они думают, что они уже артисты. А они-то только закончили пору ученичества. И следующий этап это поступить в театр. И вот там начинается самая трудная пора ученичества для того, чтобы состояться и стать. А для этого трижды нужно терпение, трижды трудолюбие доказать, что ты нужен, что без тебя театр не обойдется, чтобы режиссер увидел то, что без тебя театр не обойдется, чтобы ты получил роль. А ведь теперь получить роль, о которой говорят, как там не ошибаться. Если, вот задаю филологу, вы пьесы читали, да, будущие филологи. Пьесы читали, да? Что такое пьеса? Ну, что такое пьеса, да, драматургия. Чем она отличается от поэзии, например, или от прозы? А? Что там? Что? Роли есть, да? Как вы скажете мне, сколько в каждой пьесе главных ролей? Обычно. Ну, одна-две. Ромео-Джульетта возьми. Пьесу читали Ромео-Джульетта? Какие там главные роли? Ромео-Джульетта. Потом второстепенные роли. Какие? Тибальт? Меркуцио? Ну, священник, да? Ну, вот, пожалуй, и все. А остальные... Ну, да, наберется там еще. Хорошо, хорошо. А остальные роли? Это роли, которые должны быть в театре. Ну, и эти роли кто-то должен же играть? Почему все должны играть главные роли? Для того, чтобы играть главную роль, нужно доказать право, завоевать это право, получить Ромео или Джульетту. Но ты закончил институт, ты не обладаешь ни терпением, ни умением, ни жаждой, ничем ты не обладаешь. Какое ты право имеешь обижаться и сказать, я не получил Джульетту? Ты докажи! Тогда, может быть, ты получишь Джульетту. И то, чтобы получить ее, нужно быть готовым к тому, чтобы получить. Нужно еще, когда ты получил, что нужно еще быстренько успеть, суметь сделать то, что говорит режиссер. Трудная профессия. Ремесло. Она труднее, не труднее, чем другая. Любая другая профессия, если этим заниматься серьезно. Серьезно и глубоко. К этому я вас призываю. Потому что своим ребятам в институте, я говорю, что в жизни, вот в этой жизни, все зависит только от вас. Потому что никто вам не поможет. Вам не поможет ни папа, ни мама. Они могут вам помочь устроить на работу, но стать первыми вы там не сможете, а в театре тем более. Ну и так далее, ну и так далее. А дальше просто начинайте размышлять по этому поводу. И получится, что нужно только учиться и нужно только-только заниматься собою и как можно больше читать, как можно больше знать. У нас был беззамечательный педагог Юрий Михайлович Овшаров, к сожалению, ушедший уже из жизни. И он говорил, когда тебе бывает очень плохо, ты окружай себя шедеврами. Что такое Юрий Михайлович окружает? А вот когда тебе бывает плохо, ты находи прекрасную литературу, читай ее. Иди в музей, стой, напитывайся высокими духовными. Оно тебе поможет. Оттуда оттолкнешься, вот туда, вот чуть дальше. А если ныть, если все время страдать и говорить, что вот я несчастный и мне не повезло, а я учился там не очень, я сам знаю, что я не самым усердным учеником был и не самым усердным студентом, но вот почему-то вот этому везет, а мне не везет. Какая здесь судьба? Ну какая здесь судьба, когда ты сам все сделал своими собственными руками, а мы говорим, что мы там про везение говорим. Какое тут везение к черту? Все. Мне, так, ну, я даме не могу не уступить, но мне тогда дадите вопрос о том. А что у вас там на бумажке написано? Неужели по-французски? А? Там стихи. Стихи? Ну тогда я не могу. Пожалуйста. В 1812 году великий Байрон сказал такие слова. «И пусть актер вновь гордым быть сумеет, и разум снова сценой завладеет». То есть он всегда считал, что актер – это прежде всего гражданин. И вот помимо того, что вы актер, вы еще мэтр, вы еще наставник. Мне хотелось бы узнать, что делаете вы со своими студентами, как вы с ними работаете, для того, чтобы они стали настоящими гражданами нашей России. Без гражданской позиции актер быть не может. Он обязан владеть. Обязан… Нет, позиции не владеют. Что с позицией делать? Помогите мне. Что? Позиции не владеют. Стоять на ней. Стоять на ней до конца или занимают позицию? Занимать позицию. Ну что, что? Занимать позицию. Наверное, занимать… Переходят с позиции на позицию. Как? Переходят. Переходить с позиции на позицию. Нет, это нехорошо. Это скакать нехорошо. Нет, 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 нет. Но у человека должно быть как мировоззрение имеем. Мировоззрение мы имеем, правильно? Нет, я отстаиваю. Да, позицию, да. Она должна быть. Особенно про позиция, гражданская позиция. Знаете, есть у Евтушенко такое стихотворение. Оно там про поэтов, но его можно совершенно спокойно переадресовать к актерам. Поэт в России больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства. Кому уюта нет, покоя нет. Поэт в ней образ века своего и будущего призрачный прообраз. Поэт подводит, не впадая в робость, итог всему, что было до него. И вот так же и актер. Он, это он, мне кажется, что театр – это не развлечение. Театр, он как начался в пятом веке до нашей эры в Афинах, не с развлечениями, пусть это были комедии, но серьезные вещи. Так он и продолжается. Только тот театр, который должен принести, что-то должен дать уму, должен дать что-то сердцу и что-то дать эмоциям. Вот такой театр важен и необходим. В театр практически… Я не занят в таком спектакле, куда зрители приходят отдыхать. И невозможно отдыхать, если они не включаются в этот спектакль, в тот, который… Ну вот я о тех спектаклях «Пиковая дама», «Маскарад». Ну попробуй-ка здесь поприсутствую, просто вот так трудно. Как мы воспитываем их? Вот то, что я говорил сейчас о 9 мая, я попросил ребят и одного педагога, чтобы подготовили вечер, посвященный 9 мая, Дню Победы, чтобы ребята написали сочинения о том, что у них происходило в семье, чтобы они принесли фотографии, чтобы они поинтересовались вот этими кусочками истории. И было в этом смысле очень много откликов, и концерт, который они сделали своими силами, это было замечательно. Это было у меня… Я сидел в зрительном зале, это было 8-го числа у нас этот вечер, он был внутреннего пользования специально для своих ребят. у меня несколько раз подкатывал комок в горло от их глубины и серьезности, то, что они мне передавали, информировали со сцены в зрительный зал. Поэтому я думаю, вот, вот, есть вот в каких-то ребятах вот то, что они будут востребованы в смысле духовности. Они не просто артисты, они артисты личности, те, которые имеют право выходить и разговаривать с залом. Ведь что мы еще, мне приходится говорить, вы не забывайте, я говорю, не все же приходят люди, которые не имеют никакого образования в зрительном зале, разные слои населения, и от очень образованных людей, или технически грамотных, те, которые имеют и придумывают все те средства, которыми мы сейчас пользуемся и развивают их очень здорово. И они очень образованы в своей области, поэтому вы должны соответствовать их уровню. И, ну, как, я не знаю, слышат они, не слышат, но, во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы они слышали, потому что для меня это важно. Я хочу отойти немного от сегодняшней темы и задать вам вопрос более личного характера. Вот была ли такая роль, которая в корень изменила ваше мировоззрение, или же каждая роль как-то сильно меняет вас? Каждая роль меняет. С каждой ролью взрослеешь, с каждой ролью осознаешь что-то, что-то такое новое для себя познаешь, что-то для того, чтобы сыграть маскарад, например, Лермонтовского, мне нужно было перечитать всего, вот, перечитать всего Лермонтова, посмотреть и увидеть мистику. Его, вот, всего вопрос сегодняшнего дня, он напрямую связан про Лермонтова, вот, видите, как он предугадывал, и все это... Да, каждая роль делает человеком, оставляет отпечаток. Но при этом я остаюсь тем, что есть я. И у меня не появилось небезумного глаза, я не сошел с ума, играя каждый, часто раньше играя, сейчас реже, но мы играем 15 лет спектакль «Пиковая дама», и Герман сходит с ума. Но я знаю, почему Герман сходит с ума. Потому что он решил вступить в спор с судьбой. И он сказал, хотел, сказал себе, что я докажу, что я смогу тебя победить. И проиграл. Ну, у зрительного зала иногда вызывает это сочувствие, а я ему не сочувствую, потому что нельзя вступать в спор с судьбой. Нельзя так поступать. Или, что ж, играя Мессинга, человека, который заглядывал в будущее, мог рассказать там вот эти вот сюжеты, события, которые происходили в фильме, если кто видел фильм. Имеют ли они историческую подоплеку? Имеют. Потому что у Мессинга есть своя собственная книжка, написанная в 80-х годах. Нет, в 74-м году написана книжка «Я телепат». Где он обо всех событиях, которые в фильме сняты, он написал, но только с точки зрения такой марксистско-ленинской философии. Ну, тогда такая требование, такие были. Поэтому, да, меняет. Но «Я» есть «Я». Евгений, я как раз хотел именно спросить вас про Вольфа Мессинга, потому что это, ну, самая любимая ваша работа, она просто великолепная, и много моих знакомых, врач-психиатр, обожают эту вашу работу. И личность Вольфа Мессинга, она окружена определенным ореолом, а я хотел бы вас спросить, когда вы работали над этой ролью, вот что-то не влияло вот на съемки, на вас? Вот как вы это ощущали? Или все прошло спокойно, гладко, ровненько? Самое мистическое, что было в этом фильме, то, что мне утвердили на эту роль, без проб. Так не бывает, чтобы на заглавную роль вообще не было никаких проб, и позвонил за год до съемок режиссер фильма и сказал, что вот он через год начинает снимать, и что он меня приглашает в эту картину. Утверждение на 95%, 5% все-таки он оставляет как бы на мнение канала, телевизионного канала, который тоже принимает участие в утверждении артистов, и просил не занимать следующий год. Вот это самое мистическое, что было в этом фильме. Потом, когда через год, в мае месяце, вот с сентября по май, мне не звонили, поэтому я уже должен был сниматься во французской картине. Концерт, такая картина была очень хорошая, но я не смог там сниматься, потому что началась работа над Мессингом. И вот с 25 июля по начало декабря, по тот момент кризиса, который случился в стране, мы снимали благополучно, без всяких эксцессов, и ничего вообще не случалось. Случился кризис. Мы думали, все, работа остановилась. Но снята была большая часть работы. Ее показали первому, второму российскому каналу, там трансляция была. Им очень понравился материал, и они сказали, пока денег нету, мы продолжим обязательно работу и съемки, как только они появятся. Тогда к нам, в группе, обратились продюсеры картины, которые работали, и сказали, сейчас нету денег, но чтобы не распускать группу, и чтобы мы не забыли то, о чем мы снимали, денег нету, но нам обещают, как только они появятся, отдать. Мы просим вас работать бесплатно. Сколько это продлится, мы не знаем. Может быть, это будет месяц, может быть, больше, может быть, еще больше. И группа согласилась. И мы два месяца работали, не получая никакой зарплаты. Ну ладно, мы там, ладно, а вот все те, которые службы, гримеры, осветители, декораторы, а ведь нужно же было переезжать с объекта на объект, нужно было где-то строить декорации каких-то, то ли 50-х годов, то 60-х, то и военного времени, а для этого нужны деньги, для того, чтобы было, чтобы было хоть как-то похоже на правду. И все, и не большая, большая часть работы была снята, когда мы приходили на завод, вот когда там он, если вы помните эпизод, когда он услышал, что там канаринс образовался, и он стреляет в толпе военно-пленных. Так вот, мы обратились на завод и попросили, чтобы нас бесплатно пустили туда сниматься. И завод бесплатно пустил нас туда сниматься. Вот это самое фантастическое и мистическое, что случалось на этой картине. А те трагические ситуации, которые были, ну, они сопряжены с жизнью и больше ни с чем. Никакой мистики в этом не было, с моей точки зрения. И фильм мы снимали, когда мне предложили эту работу, и когда я разговаривал с Краснопольским, Владимиром Аркадьевичем, режиссером этого фильма, вот для меня было самое главное не внедряться в его подкорку сознания, потому что я не смогу этого никогда, понять и сделать тот дар, который был дан ему сверху. Моя задача была сыграть о человеке, который обладает каким-то странным даром, и каково ему жить с этим даром. Когда мы об этом договорились, мне было очень легко, и мы как бы делали фильм о человеке, а ни о каком предсказателе, ни о каком там мистификаторе или мистике, мы как бы об этом не говорили. Если что-то такое получилось, то я очень рад. А если мы делали о человеке фильм, вот если он получился живой, этот человек, то мне приятно. Вы знаете, я просто вижу череду рук, и боюсь, что до меня дело так не дойдет, а у меня только есть некоторые вопросы, которые мне очень хочется задать, и некоторые люди, о которых я очень хочу вспомнить, потому что вот вы говорили, что меня не помнят Борисова, например, о том же, кстати, говорил Ильич Юрьевич, что вот песок такой памяти засыпает, засыпает имена и того же Тостоногова, и это очень грустно и больно. С вами работал человек, который стоит в том же ряду, что и Эфрос, и, ну на мой взгляд, по крайней мере, что там на мой взгляд, безусловно, и Тостоногов. И, кстати, когда вы говорили о том, что вот должны же и какие-то роли играть незначительный кто-то, но вы с этим человеком, у этого человека отказались сначала, по-моему, в упивающий случай, отказались играть подложенную им роль, которая вам показалась недостаточно интересной, а потом стали играть ее в самую главную роль. Я говорю о Петрианомовиче Фоменко. Расскажите, пожалуйста. Я еще раз повторяю, что я театральный актер. Прежде всего, театральный актер. Я снимаюсь с удовольствием, но это не является смыслом моей жизни. И вот этой вот тяге к популярности и мельканию на экране у меня нету никакой. Поэтому я об этом говорю совершенно легко. И снимаюсь я в том, что мне интересно. Вот сейчас я согласился попробовать сыграть. Вот я сыграл там Троцкого, я играл Зиновьева, я Троцкого дважды играл. Сейчас мне предложили попробовать роль Сталина. Я согласился, я думаю, не знаю... Может, карьерный рост? Как это? Рост там... Конечно, Троцкого был выше Сталина. Я пригнусь, я пригнусь, я присяду на колени. Но мне казалось это интересным, и я согласился. Я думаю, что я буду это делать. И позвонили мне еще с одного канала, где сказали, что сейчас для меня пишут сценарий, который меня должен заинтересовать. И я очень рад этому обстоятельству, что для меня специально пишут сценарий. Вот как бы это гордо. И я... Я не просил, а мне предложили. И я вообще никогда никого ни о чем не прошу. И это вдвойне приятно. А вот Петр Наумович Фоменко, почему я говорю, что театральный артист, и только театральный, только там мне уютно, и только там мне хорошо, потому что все происходит вот сейчас, в этот вечер, от начала и до конца. И это не нужно ждать, когда смонтируют фильм, получится он или не получится, и так его смонтируют, или не так его смонтируют, как тебе хотелось бы, так ты его озвучишь, или не так ты его озвучишь, как там, потому что иногда приходишь на озвучание, а тебе говорят, сделай ту интонацию, которая была на съемке, а у тебя не то настроение сегодня, ты не можешь попасть в ту интонацию, которая у тебя была на съемке. В общем, начинается целый ряд сложностей всевозможных кино. Это очень интересно, но театр – это другая совершенно жизнь. И вот все то, что я играл и Казанову, я играл и Обальянину в Зойкиной квартире, я играл и Гаэтана в «Розий крест», то есть я играл большие роли. А пришел Петр Наумович Фоменко и делал… Петр Наумович Фоменко, кто знает такое имя? Знаете? А, слышали? Знаете, да? Это уникальный режиссер современности. Он стоит в ряду Мерхольда, Товстоногова, Фроса и Лобанова. И вот здесь Петр Наумович Фоменко. Он был в нашем театре. Он – гений театра. И это большое счастье, вот когда говоришь «случай». Вот этот случай, когда к нам в театр пришел Петр Наумович Фоменко. Человек уникальных знаний, человек энциклопедических знаний, разносторонних знаний от живописи, театра, литературы, музыки. Он знает это все доподлинно, потому что он закончил, сначала он закончил первый педагогический институт. По-моему, первый… Как он первый пед назывался? Педагогический институт. Ленинский, по-моему, Ленинский институт он закончил. Я могу сейчас ошибиться, какой он педагогический. Этот институт, где учились и Ким, и Висборг. То есть вот эта вот плеяда огромных людей, поэтов, которые вышли вот из этого института. Петр Наумович Фоменко пришел в наш театр. И первый спектакль, который он делал в нашем театре, – это спектакль «Дело», где он мне предложил эпизодическую роль Шилой. Это была характерная роль. И, как он сказал мне, она мне удалась. И он сказал, что «Ну вот, я думаю, что мы с тобой еще и поработаем». Я очень увлекся этим, я так порадовался этому обстоятельству, что мы с ним еще поработаем. И он распределяет спектакль «Государь, ты нас батюшка» по пьесе Гринштейна, где он мне дает опять какую-то маленькую и даже не эпизодическую, а второстепенную роль, без которой, с моей точки зрения, даже в пьесе в этой можно обойтись. Это даже не эпизод. Эпизод – это ярко, это можно сыграть как-то. А здесь… И я тогда на него позволил себе обидеться. То, чего делать никогда нельзя. Но я позволил на себя обидеться. Но опять же, может быть, это случай. Бог его знает. Вот тот самый случай, который и на одной из репетиций… Ну, я не то, что вел себя вызывающе, нет. Но однажды на какой-то репетиции, которая не совсем ему удалась и удавалась, он спросил, ну, может быть, кому-то неинтересно, может быть, кто-то не хочет продолжать репетировать. Но я позволил себе поднять руку и сказал, можно я не буду репетировать, потому что мне… Он сказал, пожалуйста. Пожалуйста. Я встал и ушел с репетиции. Ну, если он отпустился добровольно, ну, как бы нормально. Но со следующего дня он перестал со мной здороваться. Вообще, он так… Он, когда я иду по коридору, я на встречу. Здравствуйте, Петр Наумович. А он проходит, как будто там либо кивнет просто так и пройдет мимо, либо он там вообще ничего не ответит, либо так вот голову отвернет, чтобы только меня не видеть, и пройдет мимо. И это продолжалось целый год. Я чувствовал себя виноватым, но без вины виноватым. Он же сам спросил, кто хочет. Я сказал, хочу, и я продолжаю подходить к нему здороваться. Я подхожу, подскажу, здравствуйте, Петр Наумович. А он на меня не смотрит. Я уже тысячу раз исказнился, потому что тысячу раз исказнился. Зачем ты это сделал? Ну, трудно тебе было порепетировать там. Ну, выпустило бы спектакль. Ничего страшного. Я же вам и рассказывал, что нужно еще доказать, что ты имеешь право на эти роли. Нужно было и в этом посуществовать. Может быть, тогда он выбрал бы тебя. Нет, я вот тебя, я себя ругаю и чувствую себя виноватым. И каждый раз я еще более заискивающе здоровый, виноватый. А он еще больше проходит, и у меня не здорово. И это продолжается год, полтора, до какого-то дня, когда он идет по коридору на встречу. Я говорю, здравствуйте, Петр Наумович. Он сейчас останется. Здравствуй, говорит. Я хочу тебя завтра вызвать, и у меня есть для тебя предложение. Я удивился. Я правда удивился. Я даже не знал, что, 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 как, как, что, что такое он может предложить. Ай, говорит. Я вот на тебя смотрю эти полтора года, что мы с тобой не здороваемся. И чувствуешь ты себя без вины виноватым. Вот прочитай эту пьесу. И пьеса называется «Без вины виноваты». И там есть такая, я думаю, а кого он мне может здесь дать-то? Я уже, как бы, кого? И он мне предлагает незнамого. Я думаю, боже мой. Это мне даже не он сказал, что незнамого предлагает. А он, когда я прихожу к нему, он говорит, я тебе в этом спектакле хочу две роли предложить. Я говорю, как? Что это такое за какие две? А если кто читал пьесу, то есть первая часть, и вторая часть продолжается через 17 лет после того, как случилось. И в первой части есть Муров, который является отцом того самого незнамого, который, и он мне предлагает сыграть в первой части Мурова, а по второй части незнамого. Он, слава богу, от этого отказался, потому что он сказал, она тогда должна быть крученой ненормальной. Потому что если выйдешь ты с твоим выразительной внешностью, и она тебя не узнает, то это будет тогда нелепо. Она сразу должна тебя узнать, и тогда сказать, сынок, броситься к тебе, надо сказать, вот, она что-то такое только предчувствует. Поэтому мы отказались от Мурова. И вот вещь, когда ты встречаешься с человеком, который многократно выше тебя по всем параметрам, человек, который знает этот венок романцев, который каждому он предложил, каждый там спел, даже там не поющие, Юль Константиновна, я не очень там, и мы все равно попытались там спеть, потому что они подходят, эти романсы, под то действие. И вот этот вот гений, который есть в этом человеке, вот он сидит во мне до сих пор. Если я что-то в этой жизни сделал, и у меня получилось, то это только благодаря Петру Наумовичу Фоменко. Я вам благодарен за этот вопрос, и я хочу ему отсюда, туда, послать информацию о том, что я его помню, и вам об этом рассказал, что вы тоже помнили имя, Петр Наумович Фоменко, и знали, что это один из лучших режиссеров современности. А потом была с ним «Пиковая дама». Мы играли «Пиковую даму», которую с Людмилой Васильевной Максаковой играем, и мы ее до сих пор, этот спектакль, он живой, с этим бесконечным вальсом Сибелиуса, талантливейший человек Петр Наумович Фоменко. Да, дальше. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Скажите, пожалуйста, как лично вы относитесь к своему творчеству? То есть после каждого выступления, как вы себя ругаете, или наоборот, говорит, нет, я хорошо выступил? Знаете, если я себя когда-нибудь похвалю, то, наверное, на этом я и закончусь. Потому что мне кажется, вот я сейчас стою перед вами и думаю, боже мой, наверное, надо как-то вот что-то мне увлеченнее что-то рассказывать, или как-то поярче что-то такое. Потом думаю, с другой стороны, думаю, но я же, как я стою, я себя все время контролирую, и все равно я не могу сделать как-то по-другому, в отличие от себя. Конечно, наша актерская профессия, она... Вы даже не представляете, те, которые не выходят на сцену, не играли спектакли, муки. Когда ты играешь спектакль, хороший спектакль, который хорошо принимают, когда зал принимает тебя объективно хорошо, ты видишь, я аплодисменты слышу, я их понимаю, я их различаю, вежливые от благодарных, от те, которые затаенные бывают, когда люди, чтобы не спугнуть, но они стоят, глаза, они вот они, они зрительного зала, они вот они глаза, потому что происходит вот та самая передача энергии, когда я выхожу в зрительный зал, если мне одному человеку или с партнером удается завоевать зрительный зал, когда зрительный зал затихает, не развлекаясь, а затихает и воспринимает все происходящее на сцене, и когда я слышу эту тишину зрительного зала, который начинает дышать со мной одним дыханием, я понимаю, что наша энергия, наши эмоции попадают в зрительный зал. Дальше спектакль заканчивается теми аплодисментами, то есть наша энергия по закону физики, она увеличивается, возвращается нас в тысячекратном размере, потому что в зале тысячи человек сидит, и они там, те, которые благодарны, они нам отдают ту позитивную энергию, которая дает силы для работы завтрашнего дня. Так вот, закончился этот спектакль. И даже есть ощущение, что, по-моему, ничего, а по-моему, ничего. И ты приходишь в гримёрную, один, и приходит костюмер, который ждёт с нетерпением, когда ты ему отдашь костюм, потому что поздно, потому что ему надо ехать домой. А у тебя ещё шум зала, дыхание зала, трепет якобы. А тут говорят, ну-ка, давай, обувь, Женя, давай, снимай. И сейчас, сейчас. Даёшь, снимаешь себя всё, отдаёшь, остаёшься один, и ты уже не понимаешь, а спектакль-то был или нет? И что это было такое? Потому что вот он случился сейчас один раз, и больше, вот он сохранился только в глазах, сердцах, умах той тысячи человек, которые они были сегодня. Да, они отвечали тебе. Да, они были с тобой. Но где гарантия, что они завтра об этом вспомнят и расскажут об этом спектакле? Картина галереи, хотя бы картина висит, она долго висит, можно каждый день прийти посмотреть. Музыку композитор написал, её можно послушать. Хорошая она, плохая, но её можно послушать. Ну, мы говорим про хорошую. А это всё. И ничего. И становится тогда как-то не по себе. И ты тогда озираешься, и ты ждёшь, а, наверное, спектакль, неважно, прошёл, а, наверное, это всё плохо, а, наверное, это всё. И начинается такое вот... Хорошо, что существует такая сейчас... Даже я благодарен современным средствам связи, когда придумали интернет, и когда люди, общаясь, могут позволить себе написать там на твоей страничке, там есть официальный сайт, могут там... Мы были на таком-то спектакле, мы видели то-то, то-то, на нас произвело такое-то, такое-то впечатление, и получается какая-то обратная связь, хотя бы хорошо. А ты выходишь один. Ну, там, ну, кто-то дождётся там после... на служебном подъезде тебе к тебе... Нет. И дальше ты пошёл один. Всё. Было, не было. Что это за профессия такая, когда ты выходишь на сцену, играл, затрачил, отдавал, а дальше вот приходишь домой, а дальше всё, и дома... Что... Что... Что делать-то как? Вот такая вот работа. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, а как получилось, что именно Литва стала поставщиком режиссёров Пасковского театра? Да, в Москве сейчас Карбаускас руководит театром Маяковского в театре Вахтанговой Туминос, и он очень хорошо руководит театром. Наш театр сейчас находится по... Ну, опять, рейтинг такое телевизионное слово, но рейтинг нашего театра сейчас очень высок. Я горжусь, что я играю в театре Вахтангова, и на спектакле нашего театра практически невозможно купить билеты. когда обращаются, обращаются, что помоги там посадить или достать билеты, я иду в администрацию, и говорят, у нас всё продано. И это очень... Я горжусь, у нас комедий раз-два и обчёлся, потому что, ну, Аронова Мария, она играет в Мадмазель Нитуш, там есть Дядюшкинсон, но это Достоевский всё-таки, и, ну, есть одна комедия Куни, а всё остальное у нас очень серьёзная роматургия. Опять, Дядя Ваня, у нас Сиранода Бержарак, у нас Ветер шумит в тополях, у нас Маскарад, у нас Пиковая дама, у нас Пристань. Вот такой репертуар, который мы играем, и вот на эти серьёзные спектакли у нас приходят люди, поэтому а какое отношение это имеет к Литве, да я не знаю. Вот хорошо, что хорошо, что нашёлся Римас, который который закончил ГИТИС, который знает русскую культуру и учился здесь. Некрошус, тоже ученик Гончарова, тоже учился здесь, Карбаускас, тоже учился здесь, в Москве, и здесь они обретали режиссёрскую профессию. Ну, когда-то это было многонациональное государство, и тогда мы не определялись по национальному признаку. Ну, а сейчас случилось так, что вот выделились в разряд режиссёров литовцы. Это хорошо это? Да хорошо, что есть режиссёры. Я очень рад, что Римас проповедует настоящий театр, что он идёт, не идёт на поводу у якобы современной публики, якобы современного зрителя, который хочет показывать то, что происходит на улице. Вот то, что происходит на улице, я это вижу каждый день на улице. Зачем мне в театре нужно рассказывать то, что происходит и как люди позволяют себе и разговаривают? Они таким образом, вот эти современные режиссёры, они наносят вред русскому человеку, потому что те молодые люди, которые приходят и слышат, как позволяют себе разговаривать, материться на сцене, ну всё, что угодно, они тогда понимают, что если это можно произносить вот так вслух со сцены, громко, они тогда понимают, что можно тогда выйти и идти по улице громко взять пиво и идти вот так это пиво хлебать. Они тогда позволяют между собой, мальчик с девочкой идут и разговаривают только на, ну хорошо, если на лёгком матерке, а то можно и совершенно на тяжёлом разговаривать. Вот идут, они понимают друг друга, это ужасно, это ужасно, но это не вся молодёжь такая, я абсолютно уверен, что поколение, вот как так случается, я не знаю. На спектакле ходит определённый там круг людей, но люди, театр же важно, чтобы он увлёк всех, все поколения, все те люди, которые пришли в эту секунду, чтобы он увлёк, но театр, он распространяет мнение таким образом, что на хорошие спектакли всё равно вот люди рассказывают друг другу, переговариваясь друг с другом, они слышат и вот этот вот зал всё равно наполненный, потому что они стремятся всё равно к духовности, потому что молодые люди, наши, в большинстве своём, они такие же, как были 30 лет назад, 100 лет назад, 150 лет назад, проблема отцов и детей была как начиная с Тургенева, так она тянется и по сей день. Мы можем сколько угодно говорить, если вспомнить Лермонтова, того же самого в Маскараде, не правда ли, что древнее, в Маскараде он пишет, не правда ли, что древнее всё было лучше и дешевле. Ну и также мы можем сейчас сказать, не правда ли, что 30 лет назад было гораздо интереснее и лучше, чем сейчас. Я абсолютно уверен, что молодёжь, вот и вы, сегодняшняя, которой через 30 лет, вы скажете, нет, вот когда-то, в 2013 году было всё не так, как в 2033 или 43 году всё произошло. Всё было по-другому. Сейчас всё куда-то улетело туда. Тогда у нас были хотя бы вот такие книги. А сейчас, а сейчас где? А сейчас только вот всё в кармане. Вся библиотека, вся мировая библиотека, она находится вот здесь вот в кармане. И я могу одним нажатием кнопки сесть вот сюда и читать вот с этой вот отсюда книгу. Это замечательно, что существует новая письменность, что мы развиваемся, мы движемся вперёд. Это замечательно. То, что проблема существует отцов и детей, у меня тоже проблема с детьми. Я стараюсь быть всё время, стараюсь быть со своими дочками, быть как бы наравне с ними и не удаётся. Не удаётся, потому что они всё равно одеваются не так, как мне хотелось бы. Они одеваются по-другому. Они всё равно не так они разговаривают, не так они быстро. И я пытаюсь там что-то, потом я себе говорю, да ты что, да ты что, они же уже это быстрее тебя освоили, а тебе только нужно догонять их, потому что они движутся, это быстрее, чем мы с тобой движемся. Но влюбляются они так, как мы влюблялись и так, как влюблялись наши родители, которые, наши деды. Они страдают так же и мучаются так же. Они так же хотят встретить принца. Они так же говорят, не пей, Иванюшка, и с козлёночком станешь. Не делай этого. А мы всё равно пьём оттуда, откуда нам говорят, не пей. Мы становимся козлёночками, а потом долго-долго делаем всё то, чтобы превратиться и снова вернуться в настоящего Иванушку. Так что жизнь идёт, она продолжается, и радостно, что она продолжается, что она такая необычная жизнь. И меня это очень радует. Вы вспомнили дочерей, поскольку я видел часть видео у вас на даче, я должен сказать, что одна дочка у вас просто восхитительно красивая, та, которую я видел. Они обе у меня красивы, не дай бог, они посмотрят эту передачу. вторую я просто не видел, понимаете, я просто думаю, что вы здесь да красивая одна. Нет обе. во-первых, они посмотрят передачу наверняка, потому что я в любом случае пришлю, во-вторых, я говорю, что если уж одна такая восхитительно красивая, то и вторая невероятно красивая. Я хотел другого, раз мы вспомнили ту минуса и может быть ещё хоть немного о фантастическом маскараде и вот об этой действительно выдающейся роли Арбенина, тем более роль с такими исполнителями до вас, с такой историей, так фантастически исполнены таком нерве и как вы всё-таки его оправдываете? По сути, холодно отчислять его поступки. У нас вообще сегодня Лерманская такая программа, поэтому он ну, понятно. Маскараде так много всего. Такое замечательное произведение, сложное произведение и всё-таки писалось-то оно в 19 веке и тогда не было некуда было торопиться и тогда театр только-только развивался и тогда можно было никуда не торопясь и в театре долго находиться, хотя эту пьесу долго не принимали и не пускали к постановке до тех пор, пока он там много чего не изменит Лермонтов. Но торопиться-то некуда было. Тогда можно спектакль было смотреть долго и других знаний не было и нельзя было сравнить ни с каким другим там, ну, ну, хорошо, есть Александринка, но есть ещё малый театр и всё. Телевидение, кино, этого и в помине не было, поэтому можно долго смотреть на игру в карты, как это всё происходит, потом, как они поехали на бал, потом, как они вернулись, как он долго отравляет её мороженым на балу, потом возвращаются, и потом долго-долго огромная сцена с неизвестным. Ну, если поставить шестичасовой спектакль, пусть он будет трижды идеальным и замечательным, при нашей ритме, при наших ритмах жизни мы с трудом будем воспринимать этот спектакль. и Туминус сумел из этого спектакля выжить, вытащить самое необходимое, собрал, спрессовал, сказал о том, что все мы в этом мире маски, что мы все находимся на маскараде, что нам не нужно никаких масок надевать, потому что мы все, вот каждый из нас есть маска, и угадать за вот нашей личиной, кто есть, кто практически невозможно, потому что мы смотрим, видим одно, а там сидит совершенно другое, мы все есть маска, он нам это доказывает, и показывает человека, который якобы противостоит этому обществу, это Арбенин, который взял и вышел из этого общества и сказал, я существую совершенно по-другому, я существовать начинаю по нравственному закону, забыв о том, что он существовал в том периоде, в той жизни, в которой он был тем же самым игроком и был одним из них, и дальше он, влюбляясь и влюбившись в свою жену, веря ей, доверяя, но понимая, что он уже не молодой человек, далеко не молодой человек, влюбившись в молодую, понимая, что она еще немножко и он-то постареет, она останется одна, и это его чрезвычайно съедает, и сколько же нужно на этом воспаленном мозгу, чтобы кто-то тебе сказал, что она была на маскараде, что было запрещено по законам того времени, жена без мужа не имела права попасть на маскарад, она не имела права поехать, это был безнравственный поступок, и он узнает, что она была на маскараде, и он узнает браслет, который показывает ему звездич, и он узнает этот браслет, что должно быть с этим человеком, когда он все отдал ради нее, ведь у него же этот монолог он как сейчас вот как он начинается, сейчас так это сейчас или не вспоминать, я сейчас вспомню, сейчас, сейчас, и он оказывается, оказывается твоя любовь, улыбка, взор, дыхание, я человек, пока они мои, без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования, но если я обманут, если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской, ослеплен с другим, осмеян был заочно, послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава, покуда не растопится тверда, она как камень, но плоха забава с ее потоком встретится, тогда, тогда не ожидай прощения, закона я на месть свою не призову, но сам без слез, без сожаленья, две наши жизни разорву, и вот тут начинается вальс маскарада Хачатуряновский, который он ее закручивает и швыряет от себя, это очень красивый спектакль, который вот этот бесконечный снег, графический вальс Хачатуряна, и я иногда, сидя на сцене, я начинаю завидовать людям, которые сидят в зрительном сзади, и они видят эту красоту, которую, которую создал режиссер, рукотворную красоту, которую делают, сыплется снег, Ленька Бечевин выскакивает, молодой красавец, еще с закрученными волосами, этот сам выигрыши, счастье, и заканчивается тем, чем заканчивается, ну, заканчивается, человек сходит с ума, тоже поплатился, поплатился, потому что не имеет права, ты не бог и не судья, и не тебе судить, не тебе дано право судить, на себя обрати внимание, на себя посмотри и тогда после этого может быть тогда поэтому и конец, поэтому но, но молодые девушки часто оправдывают Арбенина, потому что она поступила безнравственно по отношению к Арбенину, мне не говорили некоторые, все, все, хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, во-первых, в прекрасной форме, в актерской прекрасной форме, судя по ролям и по тому, как вы сегодня вошли, как вы выглядите, спасибо вам за это. и еще на реактивном самолете. Остальное все было намного ниже, по его мнению. Эта роль помогла ему взлететь. Скажите, какова ваша оценка вашей роли этой? Для вас она звездная, либо у вас было что-то более яркое на сцене, в фильмах где-то, как она вам помогает? И есть ли у вас контакт с этим великим человеком? Спасибо. Мне ли судить? Мне ли судить о том, какая у меня роль звездной или какая менее звездная? Первое признание публики, которое я испытал на себе, это, если вы не видели фильма «Пятый ангел». Был такой фильм где-то в 2000-х годах, в начале где-то в 2003-м году, наверное, этот фильм вышел. Мне этот фильм очень нравился, потому что там блистательные актерские ансамбли. Там был замечательный Юрский, там замечательная Крючкова, замечательная Даша Михайлова, замечательный Володя Еремин. Вот такой состав Архиджакова, Филозоф, вот такой замечательный блистательный состав. Я играл одного бизнесмена такого хорошего. Я недели наверное три назад первый раз посмотрел за эти многие годы этот фильм. Я просто оказался посмотрел и посмотрел его. Хороший фильм, правда хороший фильм. И вот я вспомнил одну историю, которая случилась после этого фильма про популярность. Я идет этот фильм, а мне нужно было купить цветы и куда-то поехать на какое-то событие. Я приезжаю к цветочному рынку, чтобы купить цветы. я обращаюсь, подхожу к продавцу и говорю, что вот это вот такие-то цветы. Она говорит, да, смотрит на меня и заговорчески шепчет. А вчера была серия, когда так случилось, что по кино я случайно или не случайно я забиваю свою жену. ну так случается, ну так случилось. Если вы посмотрите фильм, он очень тяжелый фильм, ну так, потому что она предала его, но там опять можно его судить, а можно оправдывать, как угодно все это звучит. И она мне шепчет, это ты вчера убил свою жену? Я понимаю, о чем она говорит и говорю ей тихо так же да, я, чтобы на этом история как бы закончилась. Вот она спросила, я ответил. Тогда она поворачивается ко всем продавцам на рынке и громко говорит, это он вчера убил свою жену. Они не видели вчера фильма. Наверное, большинство, и думаю, что не видели, потому что они вдруг отпрянули, потому что они увидели стоящего рядом здесь живого убийцу, которого она вот показывает пальцем, что он убил свою жену. Я понимаю, что это нехорошо получается, потому что ситуация неадекватная. Мы об одном говорим, а она объясняя им про меня, но она рассказывает им конечный результат. Она не говорит, что она видела это в фильме и что я это сыграл. И я говорю, да, и я не успеваю купить этих цветов, я начинаю уходить, потому что эта ситуация нехорошая, непредсказуемая, ощущая эту ситуацию. Тогда она срывается оттуда из-за своего прилавка, бежит за мной и правильно сделал, что ты ее убил, говорит она. Правильно. Те люди думают, что это убийца, она бежит за мной, что его надо ловить, и вся вот эта толпа бежит за мной, я впереди, и все продавцы за мной, уже кто-то начинает кричать, что, мол, милицию подавай, или что-то такое, и я начинаю убегать. Это вот первая популярность, которая мне принесла кино. С Алексеем Васильевичем мы снимались в этом фильме, и он играл тогда Сталина. И он мне рассказывал эту историю о том, как Лему Климову при поисках героя на роль Распутина, он обратился к Мессингу, а были очень серьезные пробы среди очень выдающихся актеров на эту роль, и тогда Мессинг сказал Климову, а ты попробуй неизвестного на тот период артиста Петренко, который работал артистом в театре Ленсовета, играл в театре, где играл Френдли, где играл Боярский, но только он не играл главных ролей, а был артистом на выходах. И вот тогда он его нашел, Климов, попробовал его и предложил ему эту роль, которая стала первой ролью и которая стала его, как бы, открыла его как артиста, хотя он был замечательным артистом всегда и был готов к тому, чтобы сыграть эту роль, потому что по воспоминаниям артистов, работающих с Петренко в этом театре, они всегда отзывались о нем, несмотря на то, что он был на выходах артистом, он всегда был в форме, он всегда придумывал что-нибудь, он всегда выдумывал, играя микроскопические роли, всегда был заметен на сцене, то есть он всегда держал себя в актерской форме. Так вот, кто сказал Краснопольскому о том, чтобы он ко мне позвонил и они пригласили, я не знаю, но это просто так, наверное, не бывает, это такое случайностей просто не бывает, поэтому, если уже тогда рассуждать мистически, если существует связь, и Вольф Григорьевич Мессин согласился, чтобы о нем написали сценарий, не воспрепятствовал этому обстоятельству на том фоне, когда писался сценарий, ничего же не случилось с Володарским, он благополучно написал этот сценарий, правда же? А если бы он не хотел, то, наверное, могло быть на этом этапе что-то случится. Если бы уж совсем не хотел Вольф Григорьевич, я думаю, что он обладает очень серьезной силой и даже оттуда, то это случилось бы и на этапе съемок, и уж можно было бы это предотвратить и остановить, приостановить эти съемки. Однако мы снимали и снимали так, как мы снимали, так, что я не помню ни одного, ни одной другой картины, где была бы столь слажена бригада, где у нас не отменился ни один съемочный день и где мы работали бесплатно два месяца, когда случился кризис. Я думаю, что это была помощь и Мессинга оттуда. Я был на кладбище у Вольфа Григорьевича, я приходил к нему, мне было легко, мне не было стыдно, я стоял и как бы вот какие-то знаки должны быть, наверное, что-то я должен был услышать или что-нибудь, я быстро нашел могилу, мне только показали, где она, я ее нашел, даже не показали, сказали, вот по этой аллейке, туда завернешь, я пришел, нашел эту могилу, я постоял там, я тоже ни угрызения совести, не почувствовал ничего, мне как-то было легко. Поэтому, так как я не лукавлю, мы все хотим признания, мы хотим, играя на сцене и снимаясь в кино, мы хотим, чтобы тебя признали и сказали, что ты хорошо играешь, как будто высшее признание. Эта роль мне дала много, много, и я ей благодарен этой роли за то, что она есть у меня. И стало мне труднее жить с этим? Нет. Легче? Тоже нет. Потому что следующая роль такая же сложная, как и предыдущая роль. то есть он никакой особенной тайны и сказал, что ты будешь таким артистом, что каждая роль тебе будет по зубам и по плечу, и что вот теперь я тебе помогу сделать каждую последующую роль, он мне не сказал. И мне нужно следующую роль делать и так же в нее внедряться, и так же включаться в эту роль, как будто ты ученик, как будто ты первый раз занимаешься этой профессией, потому что все роли не похожи одна на другую, они все разные, и каждый раз ты судорожно думаешь, а получится у тебя на сей раз или нет, или уже все, или больше ты уже не сыграешь так, чтобы хватит энергии, хватит темперамента, воли, голоса, всего, хватит тебе. поэтому моей, так как эта фигура явная, Вольф Григорьевич Мессинг, я считаю, что он мне помогал, я ему благодарен, и я часто вспоминаю о нем, и когда бывает возможность зайти на Востряковское кладбище, я обязательно захожу к нему с букетом цветов. Вы знаете, когда мы говорим о роли Мессинга, мы всегда говорим, что с игром такой яркий, мистический, исторический тип, и мне кажется, что забываем немножко о другой вещи, но мы не знаем, какого был Вольф Григорьевич на самом деле, никто не знает, и я думаю, что мы будем думать о Мессинге, представлять вот таким, каким его сыграл Евгений Владимирович, и там совершенно удивительно, ведь сыгран надо абстрагироваться от того, что человек с Орелом мистичный, сыгран очень совестливый, на одном дыхании, мне кажется, как в театре, как в театральном секретаре, расстегнувшись в тонетских сериях, сыгран интеллигентный, совестливый, мучающийся, талантливый, и этот дар, как бремя, удивительно, разносторонний, мощный характер, вот что самое главное, даже если бы это не был месяц, если бы убрать просто имя, а посмотреть на образ, созданный Евгением, это абсолютная фантастика, так что, спасибо, вот что очень важно, мне кажется. спасибо. Аплодисменты, Аплодисменты, Ну, а знаете, что я скажу, пока вы это говорили, я, я, ох, ну да ладно, хвалиться не пристало, но так мало ролей, которые ассоциируются с артистами и которые проходят через всю жизнь с артистами, вот, перебрать по пальцам можно, и если со мной будет ассоциироваться роль Мессинга, значит, и в профессию я не напрасно пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас. Вот так давно, даже у вас микрофон там. Скажите, пожалуйста, вот, с каким литературным героем вы могли бы себя сравнить? С козленочком, которому воду не надо пить, а я все время там все ее пью и все верю, что ай, я не знаю, какой литературный персонаж мне подходит и с кем бы я себя хотел сравнить. Просто я уже сказал, я сейчас не шучу, что я никогда не ищу ролей и никогда не спрашиваю, какую мне роль следующую сыграть. Я знаю ряд ролей, которые мне нравятся, захоти я их сыграть, это совсем не обязательно, что они получатся. Я себя иногда ассоциирую я лучше сейчас прочитаю стихотворение, а вы поймете все. Это Маяковский. Били копыта, пели, будто гриб, гроб, круп, груб, ветром опитой дома, будто улица скользила, лошадь, лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевакой-зевакой штаны, пришедшие к Кузнецким клешей, сгрудились, смех зазвенел и засвякал, лошадь упала, упала, лошадь, смеялся к Кузнецкий, лишь один я голос свой не вмешивал в воему, подошел и вижу глаза лошадиные, улица перевернулась, течет по-своему, подошел и вижу закаплищи каплища, по морде катится, прячется в шерсти, и какая-то невыразимая змеи, звериная тоска плеща вылилась из меня и растворилась в шепоте лошадь, не надо, лошадь, слушайте, что вы думаете, что вы их хуже, деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь, может, старая и не нуждалась в няньке, может, и мысль ей моя казалось, пошла, только лошадь жванула, встала на ноги и пошла, хвостом помахивая рыжий ребенок, пришла веселая, встала в стойло, и все ей казалось, что она жеребенок и стоило жить и работать стоило. АПЛИДИСМЕНТЫ МОЙ АПЛИДИСМЕНТЫ МОЙ любимый литературный лошадь, которую сейчас причитали, я раз вспомнил, максимум, вспомним, о том, как начиналась серия вот этих ваших чертовских ролей, мистических и инфернальных, потому что начинался она в мистерии Буф с роли Вильзиву. Вот это вот был первый явный провал, вот такой настоящий провал в театре Вахтангова. Очень коротко рассказываю, наверное, знаете, кто-то читал, но нет, кто же знает, потому что нет. Значит, в 1982 году я поступаю в театр Вахтангова, и меня сразу отправляют на гастроли в Новосибирск и в Томск. Лето, жара, переезжают из Новосибирска в Томск, и в Томск должен открываться спектаклем «Старинные русские водевили». Но Максакова заболела, и она не может начинать гастроли, она остается в Москве, и нужно перелопачивать весь репертуар. И единственный спектакль, который могут собрать на гастроли для открытия, это «Мистерия Буф», но нет Николая Дмитриевича Тимофеева, который оказался в Сочи на съемках, и этой роли Вильзевула тоже нету. И тогда Евгений Рубенович принимает такое генеральное решение, что на роль Вильзевула введем молодого артиста, только что принятого в театр. И мне дают эту роль с хорошей памятью, я выучиваю эту роль, мне назначают репетицию, лето, жара подчеркиваю, приходим на сцену театра, которое вот просто голое место, все артисты приходят в тех костюмах, в которых они гуляли по улицам, я их всех вижу, они мне показывают, здесь будет вечером стоять декорация, она будет, ты вот выйдешь отсюда снизу, потом пройдешь по помосту, и вот здесь ты вот воткнешь там посох в землю, и значит, и потом начнешь свой текст. Понял? Понял. Ну а теперь давай мы пройдем. Сейчас ты просто по планшету сцены пройдешься, и вот здесь будут чистые, здесь нечистые. Вот все вот как вы одеты, вот в таких же одеждах, все летние, короткие платьица, все в разные стороны стали чистые, нечистые. И я прошел вместе со всеми этот текст, я его произнесу, черти мои верноподданные, и сказал, больше не будете сидеть голодные, в общем, все так, как надо. Прошел? Прошел. Надо еще? Не надо. Текст я все помню. Вечерний спектакль. Я прихожу на спектакль, я прихожу в театр, и я что-то такое не узнаю, потому что все артисты, которые были в одеждах, их перенарядили, их загримировали. Мало того, что я только поступил в театр, я их не узнаю в принципе, потому что их загримировали, переодели, и они стали чистыми, нечистыми, они только мне похлопают по плечу и говорят, ну, все нормально, все это, все. Пошел я гримироваться, и меня из меня сделали, мало того, что у меня свои выразительные черты лица, так меня сделали еще, еще подвели черные глаза. Я смотрю на себя в зеркало, я вообще не узнаю, кто это такое. Волосы сделали, шапку такую, ну, черт, и прямо настоящий черт. И вдруг у меня начинает какое-то волнение, и вдруг я слышу, что-то такое репетируется, а это оркестр репетируется, а у нас была только пианистка. И я выхожу на сцену, я вижу декорацию, откуда нужно выходить, я ничего не узнаю, у меня паника, и я забываю первую строчку. За мной стоит Этуш и Казанская. Я говорю, что, Владимир Абрамович, скажите, Алсанна, какое у меня первое слово, которое я должен сказать, она говорит, черти мои верноподданные. Я говорю, да, хорошо, черти мои верноподданные. Ой, я говорю, ну, а вторая какая, она говорит, ты что, тексты не знаешь? Я говорю, нет, я знаю, ну, просто я сейчас забыл, я очень волнуюсь. Она говорит, значит так, сейчас ты либо выйдешь на сцену и все вспомнишь, либо ты не скажешь ни одного слова, говорит она мне перед выходом, мне еще хуже. И вдруг заиграл оркестр вместо одного пианино, засветился свет такой, что лупит он со всех сторон, я ничего не понимаю. Те, которые были доброжелательны во время репетиции, они мне помогали, улыбались мне. Они теперь все ненавидят меня, как персонажи. Они смотрят на меня одни зверем, другие смотрят с любовью. Я ничего не понимаю. Я иду по этому, помню, я должен пройти круг, подойти, и стукнуть, и остановиться, и начать говорить. Я помню, что я должен идти, я должен воткнуть этот посух, я это сделал со всей силы и остановился. И дальше я смотрю и ничего не говорю. Пауза затягивается. Кто умеет держать паузу, это говорил Юрский в своей книге, она уже себя изжила, потому что уметь держать паузу нужно ровно столько, сколько она позволяет на данную секунду. Она пережимает, передерживается. Они понимают, что я не скажу ни одного слова. Начинают мне подсказывать и с этой стороны, и с этой стороны. Мне начинают и сзади подсказывать. Я кое-что слышу, то, что я услышу, я повторяю за ними. Потом я уже отчаиваюсь связывать логически дальше, что там должно. Я что? Они мне говорят, я повторяю, я как договариваю. И это был... Мне нужно уходить. Мне уже оттуда Казанское толкает. Говорит, уходи, ты уже должен уходить. Я ушел, я вот ушел со сцены и сказал себе, вот теперь я должен уезжать из театра. Так, вечером, сейчас я спрячусь куда-нибудь, чтобы никто меня не видел, чтобы не было этого позора никогда, чтобы вообще забыть это все. Ну, слава богу, там... Вот чем хороша связь театра Вахтангово и училище Щукино. Потому что педагогами являются актеры нашего театра. И педагог Владимир Иванов, он понимал, что со мной случился шок. Он нашел меня где-то в каких-то кулисах, где-то я там закрылся. Он сказал, что у тебя еще один выход. Я сказал, что я не пойду больше на сцену. Я уже все отыграл. Он сказал, нет, нет, ты пойдешь на сцену. Потом он, ну, чтобы долго не рассказывать, я прятался и никуда там. Я тайно пробрался ночью в гостиницу, никуда не выходил. Но нашел меня опять же тот же самый Иванов и сказал, что, значит, будь в номере, никуда не уходи. А сам пошел к Евгению Рубенчу. Потом мне рассказывали, что был страшный гнев от Евгения Рубенча. Я его уволю, я его сгною, я его уничтожу. А Иванов ему сказал, если вы заинтересованы хоть чуть-чуть в этом артисте, вы должны дать ему сыграть второй спектакль. Потому что у человека был шок. А если вы сейчас этого не сделаете, то тогда с артистом произойдет трагедия. Потому что вот все, тогда это все. И он пошел на это и дал мне второй спектакль, за что я ему премного благодарен. Все было нормально на втором спектакле. Я сказал все слова, меня уже ничего не пугало текст. Я знал, я его и тогда-то знал, но просто это была паника. Но это была встреча с мистикой первый раз. Вот эта мистика. Опять случай, сказка, анекдот. Случай, сказка, анекдот. Вот это анекдотический случай. Но он дал мне возможность сосредоточенно относиться, очень серьезно относиться к каждому пустяку на сцене. Я уже не позволял себе выходить на сцену, не прорепетировав, не надев костюмы, не прорепетировав. Вот это вот все было важно, потому что оно все учит. А, кстати, вот судя по всему, это Владимир Иванов какой-то уникальный педагог. Потому что Маша Ронов рассказывала о нем. Это он, да, это наш педагог. Он продолжает руководить курсом, он сейчас руководитель третьего курса. Он уже выпускает четвертый курс на своем веку. Это много. Это у него блистательные выпускники. И Кирилл Пирогов, Нон, Игришаева, и Саша Олежка. Это все его ученики. Выходит, он тогда спас своего ректора будущего. Выходит, он своего будущего ректора тогда спас. Евгений Владимирович, так добивалось слова, потому что столько смотрел этот фильм не единожды, где вы именно вросли в эту роль. Именно передали то, что другому, возможно, это и не суждено было бы передать. И не зря вы говорите, что ничего случайного не бывает. А то, что вы передали в самом фильме, которую вы так любили. И вот по этому поводу я хочу посвятить вам это стихотворение. Можно? Я вам буду очень благодарен. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ К тебе идущих. Сиянье свет, свети всегда, Хотя постой, тут я не прав, Ведь светил ты и будешь вечен, А мне сиянием звезды Лишь путь тернистый озари. О, как люблю я, Ты, звезда, всегда свети, И без сомнения любви Прекрасные мгновения продли. Я все прощу, обиды, слезы, И все с собой не вознесу, А лишь любви святые чувства К тебе, Владыка, донесу. Спасибо. И эту любовь, эту искренность, Эту вот такую неподдельность Вы и несете нам, Что столько раз смотрите этот фильм, Как про Мессинга, Я имею в виду, как другие роли, Как маскарад. Я просто в восхищении. Это одно, но не только, конечно, я, А здесь все собравшиеся, Потому что вы тот человек, Который именно несете в мир любовь. Спасибо. Мне хочется поблагодарить вас За прочтение вашего стихотворения, Ну, стихотворения Маяковского В вашем прочтении. Сейчас все внутри просто перевернулось. Спасибо вам большое. И мой вопрос. Как по роду вашей профессии Вам часто приходится общаться с журналистами? Как вы относитесь к этим людям? Есть ли те, с кем вам приятно проводить беседы, интервью? Есть ли те, кому не хочется подходить? И вот вы сказали про обратную связь. Вы сказали, что актеры, в принципе, Не получают результат. Ну, есть журналисты, которые пишут свои рецензии. Вы читаете то, что пишут о вас журналисты? И как вы к этому относитесь? Это очень длинный и сложный вопрос. Я так понимаю, что часть, И кто-то из вас будет работать с журналистами. Есть театральная критика, А есть просто журналисты, Которые фиксируют то, Что происходит на сегодняшний день. И часто журналисты пересказывают то, Что они увидели, они пересказали. И фиксируют какое-то событие. Театральная критика на сегодняшний день, Она отмирает. И серьезные театральные критики Уходят на задний план. Театральная журналистика, Она берет бразды правления в свои руки. И если прочитать, По большому счету, Таких серьезных аналитических статей нет. Есть критики, Театральные критики, От того, что... Знаете, я даже не знаю, Почему умерла Наташа Казмина, Такой замечательный театральный критик. Она молодой женщиной, совершенно неожиданно умерла. Она ходила чуть ли не каждый день на спектакли. И ее мучили вопросы. И огорчало все то, Что происходит с театром на сегодняшний день. Вот то, что... И современный театр, Тот, о котором я говорил, Он ее тоже очень возмущал, Потому что она тоже не относится к театру, Как к развлечению. А театр — это работа мысли, Работа всего. В театр приходить отдыхать нельзя. Это вот ее точка зрения. Как общаться с журналистами? Чаще всего, Если вы почитаете, Просто возьмете статьи, То вы увидите ряд примерно одинаковых вопросов, Которые задают журналисты. Одно и то же. Поэтому и становится это неинтересно и скучно. А бывает вдруг, Когда журналист, Разглядывая и понимая о тебе, Он же должен знать чуть больше, Чем ты сам о себе знаешь, Чтобы как-то поменять. И когда такой журналист находится, То с ним очень интересно разговаривать. И ты не устаешь говорить, Боже мой, какой интересный вопрос. И на него хочется ответить. Таких вопросов бывает реже не так много. Они бывают редкие. Пожалуйста. Вы умеете играть на каких-то музыкальных инструментах? И если нет, То на каком хотели бы научиться? К сожалению, я не играю, Потому что там, где я воспитывался, И где я рос, Там невозможно было, И вообще это были тяжелые годы. Я родился в 1955 году, Это 10 лет после войны. Для вас это ничего не говорит, Для людей старшего поколения, Прошедшие 10 лет после войны, Это очень небольшой срок. Страна еще не залечилась от ран. И для меня, Когда в 5 лет, Я просто, Вот если когда там человек вспоминает себя, Я, может быть, По воспоминаниям родителей, Когда мне купили какие-то брюки, Штаны с начесом, Я этим штанам так радовался, Потому что это казалось вверх чего-то такое. Это было очень трудно, И практически ничего не было. А музыкальные инструменты тоже не было. Пианино, это мне казалось, Это такой инструмент, Который может быть только в каких-то уникальных домах. А когда меня отдали учиться играть на баяне, Мне это не понравилось. Поэтому баян я баяном бросил заниматься, И не стал. А сейчас очень жалею. И если бы я хотел бы, То я хотел бы вернуться К тому первому музыкальному инструменту, На котором меня хотели научить. Я бы хотел играть на баяне, Потому что сейчас иногда слышишь, Как блистательно играют Всевозможные произведения на баяне, Когда профессионально это делают красиво. Ну это так просто. Вы знаете, Вы сейчас вспомнили Вот об этом городке детства. И если можно, Такой комплекс вопросов На воспоминания. Вопрос на воспоминания. А вы уже вспомните То, что будет интересно сейчас. Потому что Вы сказали, Город, Где даже не город, А городок, Или почти сельское место. Я считал, что это место, Несмотря на то, Что называлось поселком, Было, Ну, как бы, Концентрации, Прибежущим, Удивительно интеллигентных людей. Да, я и расскажу. Да, это первое. Понятно. Потом, О ваших родителях. Потому что вы ведь, Понятно, Что детство было не, Ну и время было не очень легкое, Не очень благополучное. Вы бы закончили Горные институты, Получили профессию. А у вас было еще Три сестры, как я понимаю. И вы могли бы идти работать, Заработали деньги, Но вы поехали учиться в Москву, На актера, Вторично поступали, Восемь лет. А ваши родители нашли Возможности, Силы, Разрешить вам, И, вероятно, Они как-то вам помогали. И, Продолжая это, Сразу же уже, Можете еще и вспомнить, Потом и о студенческих, О студенческие годы, В Щуки, И вашего друга, Евгения Дворжецкого. Слишком много, Да, но, тем не менее. Спасибо. 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 А сколько же у вас формат передачи? Рассказывайте, пожалуйста. Кому, как не родителям, Быть благодарными, И самая большая потеря, Это отсутствие их теперь. Очень коротко, Отец 29-го года рождения, Он на войну не попал, Но, К 46-му году, Когда открывался уже трудовой фронт, И необходимо было для восстановления Народного хозяйства, Под Тулой Был найден бурый уголь. Тот уголь, Который сейчас даже полезными скопами Не называется, А вот тогда, Очень много было разрушено, Коксодобывающих предприятий, И этот бурый уголь Был необходим Народному хозяйству, И отца, Про трудовой повинности, Отправили в ремесленное училище Учиться на шахтера, И после этого он оказался на шахте, И был шахтером, Потом он занимал там эти ступени все, Но он был, Ну, вот общее название его шахтер. Мама, Которая была сирота, Она закончила тоже ремесленный техникум, Она закончила, Она была электриком, И была замужем за человеком, Лагерь интернированный, Он состоял из разного рода До национальности людей, Которые после немецкого плена, Наши люди, Которые попали в немецкий плен, Их не освобождали, Нет, Они до особой проверки Были припривождены В наши лагеря, До особой проверки, Это было сначала Такое особенное поселение Военно-пленных, И среди них был Первый мамин муж, Который был горный инженер По профессии, И мама вышла за него замуж, И у него было двое детей, Отец приехал на эту шахту, И работал в бригаде, Или в смене у Дмитрия, Первого маминого мужа, Случилось несчастье на шахте, Оборвался провод электрический, Начался пожар, И Дмитрий, Сыною собственной жизни, Спас эту шахту от пожара, Он схватился за этот провод руками, И он сгорел под электричеством, И отец мой при этом присутствовал, Он ходил к матери, Утешать ее, Как, Ну, Друг Своего начальника, У которого на глазах все это случилось, И он спустя три года стал ее мужем, Потому что он так и остался с ней, И родились еще двое детей, Вот таким образом у нас три сестры и я, И жили они всегда трудно, Потому что мама с тремя детьми, Она уже не работала, И отец один нас всех обеспечивал, Так что все нормально было, Я учился когда в институте, В горном институте, Я получал стипендию, Я старался, Я понимал, Как это трудно дается, А когда я поступил в институт, Я понимал, Какая это тяжесть на родителей, Но когда отец узнал о том, Что я поступил, И никто мне не помогал, А я это сделал сам, Он сказал, Я сколько будет моих сил, Я буду тебе помогать, Он мне помогал, Я жил у бабушки, У меня родственники московские были, Бабушка жила в Москве, Я жил с бабушкой, Но все равно отец помогал, И мне было крайне неудобно, И вот я поступил в театральный институт, Познакомился с Женей Дворжецким, Замечательный парень из Нижнего Новгорода, Мы с ним подружились, И он сказал, Что я не хочу брать деньги у мамы, И у отца, И мне было неудобно, И мы с ним устроились на работу, Мы устроились с ним в институте Щукина, О гардеробе, Мы работали гардеробщиками, Мы убегали, значит, с занятий, Принимали пальто у зрителей, Которые пришли на спектакль, И дальше, Когда спектакль начинался, Мы продолжали учиться, А к концу спектакля прибегали, Снова раздавали пальто. Женька был уникальный коллекционер, Он любил коллекционировать все, Марки, открытки, Он ввел, фотографировал все, Он любил все собирать, И поэтому ему нужно было денег, И наших денег, Которые мы зарабатывали и учились, Мы получали стипендию, Нам не доставало. И мы проходили как-то мимо института красоты, Там висело объявление, Требуются уборщики или уборщицы. Мы подумали, А почему не уборщики им? Пошли в этот институт, И сказали, Мы хотим устроиться к вам уборщиками на работу, А это близко, Главное, что это на задворках Щукинского училища. Думаю, ну чего, Вечером придем, помоем полы, Ну вот, сил нам не хватит, что ли. И нас, директриса, Узнав, что мы учимся в театральном институте, Взяла. Мы, ну, обрадовались, взяла и взяла, И нам доверили мыть, Вот, наверное, вот такой вот холл, Здоровый зал, кресло, Там, ну, мы вечером прибегали, Там, за полчаса мы решили это все помыть. Ну что, мы 10 раз воду, что ли, меняем будем? Что, мы ненормальные, что ли? Мы вот ведро воды принесли, Этой водой мы все помыли. Зима, Калининский проспект, Грязь размазали. Ну, как мы думаем? Сейчас мы, сейчас вот это все, Эта грязь размазали, Она высохнет и будет чистенькая. Ну, так вот, наверное, месяц нас терпели, Потом нас вызвали к этой директрисе и сказала, Только потому, что вы учитесь в театральном институте, Я так хорошо отношусь к актерам, Я так хочу, чтобы вы состоялись как актеры, Я вас не выгоняю, Но я вас перевожу на черную лестницу. Постарайтесь, пожалуйста, мыть там полы получше, Постарайтесь мыть там получше, Понимая, что мы не будем мыть, все равно хорошо. И она оставила нас на этой черной лестнице, И таким год, таким образом, Год она нам платила зарплату этих уборщиков. А когда черная лестница, Да что туда приходить? Можно иногда и не прийти, Потому что, ну, люди с утра придут и сразу намусорят. Там, ну, что ее мыть там лишний раз? Такая была наша логика, Но деньги мы получали с удовольствием. Это все мой поклон той жизни, Которая была интересная. Мы успевали и пальто принять, И отдать пальто, И помыть полы. Успевали на один день съездить в Санкт-Петербург, Тогда Ленинград, Посмотреть спектакль Товстоногова, Или Владимирова с Френдлих и Боярским. И все мы успевали делать. Успевали любить, Успевали. Юности свои я не отверг. Нравится мне снова все, что делаю. Будто после дождичка в четверг Зацвели сады заледенелые. Если жив я, и любовь жива, Для тебя единственное ласковое, Я нашел красивые слова, Лучшие из словарей вытаскивая. Не так легко сравнение найдешь. Твои глаза в стихотворении просятся, Как голубые ведрышки несешь ты их, На коромысли переносится. Я повторить вовеки не смогу Твои слова горячие и близкие, Ведь речь твоя способна и в пургу Всех журавлей призвать в поля российские. Я всех людей могу богаче быть, Нет у меня, поверь, на бедность жалобы, И чтоб тебе вселенную купить, Мне, может быть, копейки не хватало бы. Мне много жить и пережить пришлось, Но я тебе, заносчиво и молодо, Как связку хвороста мечты свои принес. Зажги костер, погрейся, если холодно. Я прошу вас. Евгений, вы сыграли много замечательных ролей. Мне хотелось бы спросить, О какой роли вы мечтаете? Какая роль осталась, О которой вы мечтали, Осталась в несыгранной памяти? Наверное, роль, еще раз повторюсь, Которую мне предложат. Вот мне предложат роль, И я ее с удовольствием сыграю. Я не знаю, какая это будет роль. Я понятия не имею. Потому что сказать, Я хочу сыграть мизантропа В пьесе Мольера. Она мне очень нравится, эта роль. Но я не знаю, справлюсь ли я по возрасту, Угожусь ли я для этой роли. Найдется ли режиссер, Который захочет поставить со мной эту роль. Я очень хочу сыграть какую-нибудь характерную, Яркую комедийную роль. Мне так редко дают такие роли. Римас Туменас дал мне сейчас роль. Я с удовольствием играю Филоменом Артурановым в спектакле «Пристень», Сириной Купченко. Ну вот, мне нравится играть эту роль. Что он мне предложит в следующий раз? Я не знаю. Мне очень нравится спектакль «Бег», Пьеса «Бег» в Улгаковске. Я бы с удовольствием сыграл там не одну роль. Там что не роль, они все замечательные. А не стар ли я для этого дела? Но это будет зависеть от режиссера И от того, как я буду выглядеть со сцены. Так что много, много. Но я совершенно, от того, что я не называю конкретных ролей, Это не значит, что я не хочу. Для меня вообще весь смысл жизни-то в том, Чтобы у меня состоялся спектакль, Чтобы я снимался в кино, Чтобы я приезжал на творческие встречи. Я езжу с чтенскими программами по стране с удовольствием. Приглашают в филармонию. 23 мая я буду здесь, у вас в соседнем городе, в Самаре, В филармоническом зале, Читать только поэзию и дом из стихов, программу. Я живу только тем, что я умею, И то, что мне нравится. И мне в жизни повезло, То, что я долго искал и нашел ту профессию, Которая мне нравится. Мало того, что она мне дает возможность зарабатывать, Содержать семью, Она дает возможность мне заниматься той профессией, Которая мне нравится. Мне нравится отдавать себя. Мне нравится вот то, что есть в себе, Вот то, что мне хочется отдать. Я получаю обратно, но у меня есть потребность отдать, Сказать. Есть такая потребность. Поэтому я буду счастлив только тогда, Когда я буду дееспособен, И буду выходить, и буду работать, и буду играть. И что я еще хочу сказать? Я хочу сказать, вот как бы в вашем лице Объясниться в любви к зрителям. Потому что, если то существует три единства театральное, Это время, коллектив и зритель. Вот зритель, без которого театр состояться не может. Те, для которых мы выходим и играем. Если нам удается хотя бы двух-трех человек переплавить, Если скептически приходит человек в наш театр, И он говорит, нет, а в этом театре есть какой-то смысл, То тогда это здорово, тогда это замечательно. Значит, уже не напрасно все. А что вообще смысл нашей жизни? Как искра сгорая, устремляемся ввысь. Больше ничего. Да. Только это. Потому что все остальное. И так этот век очень тяжелый. Век потребительства. Он очень жестокий, этот век. Нам на телевидении все время показывают. Покупайте, покупайте, покупайте. Раздевайтесь. Оголяйтесь еще больше. Поезжайте отдыхать. Покупайте супер дорогие квартиры. В какие апартаменты. Ты думаешь, а для какого класса все это показываете? Вы как бы создали это все для того, чтобы... Для кого это все делаете? Вы издеваетесь, что ли, над теми людьми, которые работают? Те, которые... Мы приехали с Василием Семеновичем Лановым со спектаклем «Посвящение Еве» в город Коголым. Ну, обычно сыграли спектакль, нас хорошо приняли. После этого мы... Какое-то застолье. И вдруг слово попросила женщина. Она сказала... А вы не думайте только, пожалуйста, что вот все происходит в Москве. Мы вот здесь живем. Мы знаем, что происходит в Москве. Мы следим за всеми вашими премьерами. Не всегда можем на них попасть, но мы следим за ними. Но вы только знайте, что здесь живут люди, которые начинают, добывают здесь вот эту самую нефть, ради которой чем вы живете здесь. Мы вот здесь люди, которые работают ради всего того, чтобы вы выходили на сцену. И мы это очень явно осознаем, что Москва это не центр вселенной. И только на ней закончилась. Вся Россия, это мы обязаны приезжать туда. И если в нас есть потребность, мы должны приезжать туда. Не быть с пессивами и рассказывать о том, что вот мы какие-то... А мы для того, чтобы людям жилось чуть легче, чуть лучше. Ну, если это хоть каким-то образом скрасит, или какое-то что-то даст, какую-то пищу для размышления, это наша обязанность, это наша работа. В этом моя позиция, если хотите, гражданская. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хорошо. Так, ну это может продолжаться до бесконечности, но мы от трёх абитуриентов не дадим еще возможности задать вопрос, а потом уже я. Пожалуйста. Вот, вы сказали, что с судьбой спорить нельзя. Но, наверное, даже судьба не может встать на пути у человеческой мечты, а тем более у детской. Вот, ваше детство пришлось на послевоенные годы, а вообще дети такие существа, они восторженные. Вот, скажите, была ли у вас такая детская восторженная мечта? Неважно, сбылась она, не сбылась, просто вот в чём она была? Спасибо. Ой, мечта была... Детство, оно всё равно вспоминается, как... И самая мечта у меня была большая в детстве, что мне купили велосипед. И когда мне его купили, я оказался самым счастливым человеком. А потом мы играли в какие-то вот игры. Это сейчас компьютеры, там всё это нужно было, всё это приобрести. А мы тогда придумали игры, которые три банки друг на дружку ставишь, берёшь эту палку и пытаешься попасть. Это всё, они должны разлететься, успеть их поставить, перебежать. Это всё, ну, наподобие горелок или городки. Ну, в общем, вот такие вот игры мы играли с удовольствием. И эти игры реализовывались. То есть ты приходил уставший и... Боже мой, как я благодарен своим учителям, которые заставили меня читать. Вот про учителей, которые я забыл сказать самое главное. Потому что в нашей школе... Это был лагерь интернированных. И в этой школе оказались учителя интернированные. Это люди, которые... И среди них было несколько человек, ну, по меньшей мере, по крайней мере, нет. Ну, тогда я особо в это не внедрялся. Но по меньшей мере три человека. Это были преподаватели Московского университета, которые были интернированы в этот посёлок. И они не имели права вернуться в Москву. Они жили там и преподавали в школе. И вот с этими учителями мне посчастливилось. Они привили меня, ну, как бы, ну, я не знаю, ну, заставили меня читать. А учительница по математике, когда я хорошо... Я хорошо учился. И она мне просто легко давала вся эта учёба без проблем. И учительница по математике Зинаида Алексеевна Жердева, я сейчас помню её, она, так как я учился хорошо, она мне давала задачи всегда потруднее. И я их тоже решал. И однажды она меня вызвала к доске и дала задачу сложную. Я не знаю, там, какого уровня, другого уровня. И я вышел, и я растерялся, и я у доски не смог её решить, эту задачу. И после этого я ношу до сих пор стыдно. И я помню эту фразу, которую она мне произнесла. Она сказала, молодец среди овец, а среди молодца и сам овца. И это мне так стало стыдно. И я сказал себе, нет, никогда в жизни не позволю себе. Вот всегда, вот всегда надо быть готовым к тому, чтобы вот всё время быть на стрёме. Я до сих пор, чтобы не потерять, ну, это арифметика всё равно, но я всё время складываю цифры какие-нибудь в голове для того, чтобы вот так вот тренировать ум и память, чтобы её не потерять. Спасибо. Вы говорили о смысле жизни. А что для вас смысл жизни? Жить. Смысл жизни в том, чтобы жить. И нет никакого другого смысла. Ничего другого мы не найдём. Жить так, чтобы не было стыдно. Жить так, чтобы не совершать поступки. Потому что всё равно мы совершаем поступки, за которые нам стыдно. Мы всё равно поругаемся с близкими, и за которые нам стыдно будет. И вот стараться всё равно то, что ничего, что вот ты знаешь, что лучше бы этого не делать, и постараться этого не делать. Если ты сам себя справишься с самим собой и научишься, то тогда и есть смысл жизни. Потому что никакого другого смысла нету. Ни в профессии, ни в приобретении, ни в достижении. Никакого смысла нету. Смысл только в том, чтобы жить. Чтобы рядом с тобой, стоящим людям, было хорошо. Чтобы к тебе они кинулись. Чтобы родители радовались, что их дочка поступит в институт сейчас. Дальше их дочка выйдет хорошо замуж. Дальше их дочка найдёт хорошую работу себе. Дальше дочка выйдет замуж, родит им внуков. Вот в этом смысл родители будут счастливы. И, может быть, будешь счастлива сама. Чуть люди задаются вопросом, что есть счастье. Что есть счастье для вас? Счастье, ой, счастье, счастье. Наверное, об этом лучше всего написано в сочинении «Доживём до понедельника». Потому что я не знаю, как мне ещё ответить на этот вопрос. Я, знаете что, мне хотелось бы, чтобы... Поэты, вот смотрите, сколь разные стихотворения. Два поэта, оба большие поэты, оба, можно сказать, классики. Оба классики, российские классики. Блок. Над чёрной слякотью дороги не поднимается туман. Везут покряхтовые дороги мой полинялый балаган. Лицо дневной орликина ещё бледнее, чем ликпьеро. И в угол прячет Коломбина лохмотья, сшитый пестро. Тащитесь, траурные клячи. Актёры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути. Вот. Как бы тяжело тебе что ни давалось, А всё равно преодолевай, Какие бы трудности ни встречались на твоём пути, Всё равно вперёд, вперёд, Потому что назад пути нету. Потому что вот наш путь, он один. Вот это наше несчастье, что вот этот путь, Мы знаем, что мы проживём отсюда, И да сколько там отпущено, Но у нас мы вот это вот знаем. И вот этот короткий путь, Короткий здесь земной путь, Постараться сделать так, чтобы Вокруг тебя какой-то смысл был, Чтобы от тебя это много зависело, Чтобы верить в чудеса. Второе стихотворение Давида Самойлова. Рано утром приходят в скверы Одинокие злые старухи И скучающие рантьеры На скамейках читают газеты. Здесь темно, розовато, влажно, Город заспан, как детские щёки. На кроваво-кирпичных площадках Бьют пожарные струи фонтанов И постриженные газоны Размалёваны тенью и светом. Этим утром по главной дороге Шёл весёлый и рыжий парень Жёлтовато-зелёной ковбойке, А за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, Как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая и голубая, Как десунь незамужней дамы. Уши, словно чуткие листья, Шея, словно рука балерины, Ноздри, словно серый замши, И глаза азиатской рабыни. Парень шёл, и у всех газировщиц Покупал воду с сиропом, А его белоснежная лошадь Наблюдала, как на стакане Оседает азот с сиропом. Но, наверное, ей надоело Наблюдать за весёлым парнем. И она отошла к газону И, ступив копытом на клумбу, Стала кушать цветы и листья, Выбирая, какие получше. Кыш, скричали злые рантьеры, Брысь, скричали злые старухи, Что такое шляется лошадь, Нарушая общий порядок. Лошадь им ничего не сказала, Посмотрела долго и грустно И отправилась вслед за парнем. Вот и всё. Ничего не случилось. Просто шёл по городу парень, Пил повсюду воду с сиропом, А за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение Посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим. Оттого их у нас не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прошло с этим. Извините, а Вы можете ответить на вопрос, Почему в своё время Евгений Рубенович Ушёл из театра? Не ушёл. Его выгнали из театра. Это было страшное собрание. Это были годы перестройки. Вернее, это были какие-нибудь 86-87 год. Евгений Рубенович Тогда испытывал определённые трудности, Как любой художник, Имеющий право на ошибки И что-то у него не получается. Но тогда в театре Не хотели этого терпеть. Тогда в театре решили Не хотели убирать Евгения Рубеновича. Вот явно сказать, чтобы он ушёл, Не хотели. Ему хотели сказать, Чтобы он открыл двери режиссури. Но они были уже открыты. Это во время Евгения Рубеновича Пришёл и Роман Виктюк. Это во время Евгения Рубеновича Пришёл и Пётр Фоменко. Они уже тогда пришли к нам. Они уже тогда у нас начали. Нет, Фоменко пришёл позже. При Роман Виктюк. Они уже были открыты двери. Но Евгений Рубенович, как ни странно, Выпускал спектакль за спектаклем, Которые были неудачными. Он брал какую-то современную пьесу. Там самый последний камень был. Это «Енисейские встречи», Которые он поставил. Тогда был очень неудачный спектакль. И тогда собрались, И как-то вот товарищи его обошлись. Может быть, надо... Не знаю. Мне судить. Я был тогда слишком молодой, Чтобы принимать участие в этом во всём. Но тогда какой-то был такой дворцовый заговор, Переворот, Что Евгению Рубеновичу нужно указать И сказать, мол, Евгений Рубенович, Кончайте, давайте открывать режиссуру, И пора нам двигаться вперёд. И на собрании, Которое было, Общее собрание в театре, Ему примерно то, Что я сейчас вам говорю, Сказали. И Евгений Рубенович Встал, Никто этого не ожидал. И сказал, я благодарю всех За те годы, Которые мы проработали вместе. Я вас благодарю. Я желаю счастья и развитию театра Вахтангова. И я ухожу. И вот образовалась такая тишина. Собрание было у нас в фойе, Паркет. И мы слышим только каблуки. Я их помню, эти каблуки, Евгения Рубеновича. И такое ощущение, что они раздавались До выхода из театра. И он ушёл из театра. И это было... И вот так закончилась эпоха. И началась другая С Ульяновым. Были скандалы. Кто-то кому-то крикнул, Иуда там, Ты это всё устроил. Но Закончилось тем, Чем закончилось. И кто не выгонял. Это вот такая вот жизнь. Их поколения между собой И расправились друг с другом. Вы знаете, Это может продолжаться до бесконечности. Я сам очень хотел вас спросить. И как Дважды Троцкого, Советского Союза? Потому что, по-моему, Никто больше два раза Роли Троцкого не играл. И о ваших замечательных партнершах И в кино, О Фрейнлих, И в театре фантастических. Купченко, Максакова, С которого вы начинали, Еще когда она была. Старше вас, А потом она уже стала Преподаватель, А вы ректор, Тем не менее. И с Юлией Константиновной Борисовой. И о той версии Турандот-3, В которой вы участвовали, Которая была очень интересна. Хотя вот сейчас она не идет. О Зойкиной квартире. Удивительная роль. О Балянина. Ну вот вы сами понимаете, Что из всех А и о пристани сейчас. Но этот разговор еще на Большую целую передачу. Как минимум. Поэтому Можно задать Вопрос Не о творчестве. Хотя это тоже о творчестве. Какой самый Интересный Или красивый Цветок вам удалось вырастить? Да как разе они... Понимаете, даже Когда Ты берешь Зубчик, Зубчик, Даже вот это Крылышко, Которое вот, Которое фу, Фу, Петуньи, Которое вот, Если на палец поставить, Ее там без очков не разглядишь. Вот это вот Крохотулечка, Меньше Маковой Головки, Меньше. И если это посадить, Вот так вот Посыпать на землю, И вдруг это Прорастет. И даст вот такой вот Малюсенький вот Растотечек, И потом ты эти Растотечки посадишь В какой-нибудь там Стаканчик, И он начинает расти. И когда он дорастает До того состояния, Что он Зацветает И начинает куститься, Да что же может быть Больше счастья И какой цветок Самый красивый? Тот, который ты сам И вырастил. Который ты вот Посадил от начала До конца, И когда он там Там какой-нибудь Покупаешь название Там скобиоза Какая-нибудь Название Какое красивое А обычный цветок Там оказывается Но все равно Сам процесс Выращивания Цветка И ты его Холишь и лелеешь Потому что Ты его выращивал Потому что Мы всегда ценим То, во что Мы вкладываемся. Мы всегда Когда что бы то Не происходило Мы всегда Жалеем и ценим То, что мы сделали. И вот поэтому Все то, что Сажаешь, То, что оно Посадишь в грядку А потом это Произрастает Ты этим гордишься И говоришь Это вот мы Сделали Это мы посадили. А вообще Я люблю Очень цветы Гладиолус Они очень красивые И особенно Они такие Гордые Независимые Но это цветок Августа У меня в августе День рождения Вероятно Это совпадает Аплодисменты Дворжетских Дворжетских А у нее Он ее ломбил День рождения И ее назвали Я проявляю Подозрения Я звоню Пытаться Пытаться Приходит Я говорю Независимые И она Эта Она смотрит на меня Ася Она смотрит Вот сюда И она Разговаривает Между нами Кто Чья сторона Возьмет Кто Кто кого переговорит. Я-то вижу оттуда сверху ее повороты головы. И она смотрит этими глазенками своими преданными. Какая-то жалкая забытка. Я говорю, я не знаю. Ну что же это такое? Ну что же вы делаете-то со мной? Я человек мягкий, слабовольный. И нет ни силы воли, ничего. Я говорю, ну делайте, что хотите. Я говорю, ну вот чтобы ее дома не было. Чтобы она домой не заходила. Пусть она живет где угодно. Ну папа, ну хорошо, где это все? Я куда-то ушел от расстройства, что еще какую-то собаку взяли. Жена и дети взяли этих собак. Поехали в ветеринарную клинику, чтобы посмотреть, не больная собака. Ну вообще, что это такое? Пришли, посмотрели, сказали, собаке, наверное, 5 лет. Она идет рядом с ними. Ничем она не болеет. Она, в общем-то, здоровая собака. То вот все, что можем мы сказать об этой собаке. И они зашли рядом в зоомагазин. И они купили ей ошейник и поводок и надели. И вдруг эта собака, это рассказывают о ней, она подошла к ноге, дальше не отходила, хвост у нее поднялся. Она подняла на ней глаза и сказала всем, я нашлась, я теперь не брошенная собака, я чья-то. И дальше она шла, не отходя вообще ни на шаг, вот так вот около ноги прижавшись. Она до сих пор гуляя, она все время ходит, вот не отходя от ноги, она вот все время рядом, она боится потеряться. Так что у нас вот три собаки, о которых я, которые, значит, две дочери и три собаки. Деньги, не последний, бессовестная просьба, поскольку безумно не хочется вас отпускать, прочитайте еще что-нибудь в финале. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям. Не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степи, Занавесьте мне окна тумана, В изголовье поставьте Упавшую с неба звезду. Я ходил на пролом, Я не слыл, не дотрогай. Если ранят меня В справедливых боях, Забинтуйте мне голову Горной дорогой И укройте меня одеялом В осенних цветах. Порошков или капель Не надо. Пусть в стакане сияют лучи, Жаркий ветер, пустынь, Серебро водопада. Вот чем стоит лечить. От морей и от гор Так и веет веками, Как посмотришь, Почувствуешь, Вечно живем Не обладками белыми Путь мой сеян, А облаками. Не больничным от вас Ухожу коридором, А млечным путем. Путем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу... Вот сейчас Юбилей Вознесенского. Была запись, Передача На канале Культуры, Я принимал там участие. И одно стихотворение Андрея Вознесенского Я хочу предложить Вашему вниманию В сибирской бане. Бани, бани, Двери хлоп, Бабы прыгают С угроб, Прямо с пылу, Прямо с жару, Эх, Ну и ну, Слабовато Венуару До таких Сибирских Ню, Что Мадонны Эти плечи, Эти спины Наповал, Словно Доменную Печью Запрокинутый Металл. Задыхаясь От разбега Здесь На ты, На ты, На ты, Чистота Огня И света С чистотою Ноготы. День морозный, Чистый, Парный, Мы стоим, Четыре парня В полушубках Кровь с огнем, Как их шуткой, Шуганем, Ну, С испугу, Ну, В избушку, Как из пушки Во весь дух. Ух! Одна В дверях Задержится, За приступочку Поддержится И в соседа Со снежком Кинет Кругленьким Снежком. Все. Аплодисменты 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 Вадим, А закончу, Я все равно То, Что меня Иногда волнует Это Евгений Евтушенко Несмотря на то, Что это Из советской поэзии А мне кажется В этом стихотворении Есть Много То, О чем мы говорили Сегодня И то, Что Алицетворение Говорит Вообще О смысле жизни За Тридцать Мне Мне страшно По ночам Я простыню Коленями Горбачу Лицо Топлю В подушке Стыдно Плачу Что Жизнь Расстратил Я По мелочам А утром Снова Так же Ее Трачу Друзья Мои Отбросим Лесть И ругань Обманчивую Честь Размыслим-ка Над судьбами Своими У нас У всех Одна и та же Есть Болезнь Души Поверхностность Ей имя Поверхностность Ты хуже Слепоты Ты можешь Видеть Но не Хочешь Видеть Быть может От безграмотности Ты А может От боязни Корни Выдрать И мы Не потому Ли так Спешим Срывая Внешний Слой Лишь на Полметра Что Мужество Забыв Себя Страшим С самой Задачей Вникнуть В суть Предмета Спешим Давая Лишь Полуответ Несен Как сокровение Не из расчета Хладного Нет-нет А из инстинкта Самосохранения Потом приходит Угасанье Сила Неспособность На полет На битвы И перьями Домашних наших Крыл Подушки Подлецов Уже набиты Но пусть Захочется Так яростно Ворваться Как в ярость В жизнь Раскрывший Ярость Крыл Мир Так прекрасен Всем нам Надо драться За то Чтобы он Еще Прекрасней Был И на колени Тихо Становясь Готовый И для Смерти И победы Прошу Смиренно Помощи У вас Великие Российские Поэты Очень короткое стихотворение Очень короткое стихотворение С первого пожатия рук Как переменилось Все на свете Обручи Катают Старики Ревматизмом Мучаются Дети По севану Ходят Поезда В яркий Полдень Зажигают Свечи Рыбам Опротивела Вода Я люблю тебя Как сумасшедший Спасибо Очень приятная Обстановка Вы знаете Евгений пригласить На программу Человека Который Дарит счастье Собакам Жене Дочерям И зрителям Это самое большое счастье Вы и нам Тоже подарили Спасибо Ну а наша программа По традиции Заканчивается тем Что мы Всем дамам Дарим цветы Дарим цветы Дарим�요 Дарим цветы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова